Денис, Никита, спасибо. Работаем мы с продавцами на Амазон, то есть у нас специализация только вот такая целевая аудитория, только с теми людьми, которые являются продавцами на Амазоне. Соответственно, у нас есть сайт, презентацию мы решили не готовить, чтобы сделать это общение такое более живым. Соответственно, можете сейчас найти, можете сейчас найти на сайт, посмотреть описание наших услуг, кратко перечислить, чем мы занимаемся. Первое – это проверка образцов здесь, то есть мы получаем у себя на фотостудии образцы, вам готовим отчет по ним, вы принимаете решение, работаете вам с пастачеками соответствующими или нет. Второе – это проверка товара перед отгрузкой, которая происходит на производстве, то есть непосредственно на фабрике. Соответственно, инспектора у нас по всем районам Китая, где присутствует легкая промышленность. Соответственно, большую часть Китая мы покрываем. И третье – это мы помогаем в 10-ти отправке грузов на склады Амазона. В основном это Соединенные Штаты, но также отправляем ее в другие страны. Вот так кратко, кратко я по всех услугам рассказал, так что если есть вопросы, пожалуйста, решите. Я думаю, что давайте сначала зададим. Алексей, вот мы с вами давно работаем по Китаю, по отправкам, инспекциям. И сначала такая общая информация. Расскажите, пожалуйста, что для китайцев важно максимально, что менее важно. Спокойно нужно с ней относиться или неспокойно. Просто какая-то максимально годная и несколько неочевидная информация. Вопрос самопитальности. Понимаете, это у нас и у опытных продавцов, и у начинающих продавцов больше половины времени – это как раз работа с китайцами. Поэтому это очень важно. Понятно. Так, ну, не хочу как бы устраивать из этого такую как бы становительскую конференцию, но могу прокомментировать ошибки, с которыми сталкиваются многие начинающие продавцы в общении с китайцами. То есть, известно всем концепция китайской потери лица. То есть, китайцы этого очень не любят, да, когда они вам что-то обещают. Эти обещания не выполняются, но не нужно делать так, чтобы они чувствовали себя виноватыми. То есть, как это ни странно, они не любят терять лицо, но очень любят не выполнять свои обещания, особенно это касается сроков. То есть, нарушение сроков поставки, нарушение сроков готовности груза. К этому надо относиться спокойно. Иначе, если вы будете использовать это как повод, как недовольство, повод к постоянным жалобам, то ничего хорошего не выйдет из этих отношений. Второе, соответственно, что хотел еще сказать по поводу коммуникации вообще с китайцами. Всем нашим клиентам рекомендуем настоятельно использовать китайские приложения, потому что Китай находится как бы своеобразный фаервол, своеобразная китайская стена интернета. Они же сейчас всех переводят на этот самый. Они же сейчас свечат, на данный момент, сколько я переговорил, ни разу в жизни. Там единицы в основном. Все сейчас, если раньше Skype, то сейчас у нас Hangout. О, не Hangout, а как это называется? Сейчас скажу. Главы вылезло. Вот оно. Клю-клю. Да нет, обычно этот самый, которым все пользуемся. Мессенджер какой-то? Да, обычно мессенджер, как он там называет, самый популярный, у нас известный. Не знаю. Вот тот мессенджер, который... Hangout. Нет, не Hangout, это гугловская. Не Hangout, а именно этот. Какие там они есть, я-мою? Ну, не Viber, а вот какой там еще есть. WhatsApp еще? WhatsApp, да, все на WhatsApp сейчас. Вот у меня 99% меня скидывают. Или почта, или WhatsApp. Все. То есть вопросов больше нет. Но никаких китайских приложений я про них не слышал бы, если бы я про это не знал. Мы, тем не менее, рекомендуем пользоваться Vichat, потому что в таком случае, ну, можете провести эксперимент, попробовать пообщаться с поставщиками в WhatsApp и по Vichat. В таком случае вы будете получать информацию быстрее, и в таком случае вы будете получать больше авторитета в базах китайских поставщиков, потому что это будет показывать, что вы, ну, не первый день с скелетами работаете. А Алибабовский, вот это вот, почему они не хотят в нем работать? Личный кабинет на Алибабе, почему они не хотят там с нами работать? Личный кабинет на Алибабе не всегда может быть удобно им работать, потому что он их привязывает или к рабочему месту, или, может быть, у них там ограничено количество менеджеров, которые одновременно могут там сидеть с залогиненными, и поэтому приходится там личный кабинет под другими брендами регистрироваться, чтобы увеличить это количество одновременно залогиненных менеджеров. Ну, понятно, тогда нелогично, тогда нелогично получается, нам надо перед ним показаться как-то профессиональными, а им перед нами просто можно с мусорки там общаться, мне, например, Вича там вообще пипец неудобно. У меня на компьютере он стоит, мне надо каждый раз в телефон подойти и пиар-код подключить, чтобы ради того, чтобы я перед китайцами получил какой-то приоритет. Я, в принципе, честно могу сказать, у меня нет такого отношения, не то, что там по небратству или еще что-то, есть партнерские отношения, взаимовыгодные, мы 50 на 50, я от них никак абсолютно не завис, я захочу с другим буду работать. Вот, я уж не говорю о том, что есть клиент, по большому счету, есть предложение, кто дает сервис, соответственно, они должны давать сервис, с какой радостью мы все время должны перед ним вот это вот, там, пол, я не знаю, пол там прогибаться, что-то мы им там должны каким-то, они так же, я понимаю, что у них интернет плохой. С кем надо, в принципе, по скайпу, замечательно со мной общались, то есть, вот после моих всех приговоров, пятый человек всегда есть на связи, все нормально, у большой части, конечно, там, я не знаю, может, у них только один телефон, даже компьютера нет, где там в подвале сидят, и я должен что-то там делать, я, по-моему, ничего не должен, не знаю, у меня какой-то такой подход, вот, мы все время пытаемся разобраться, там, как с китайцами общаться, ну, как, как с обычными нормальными партнерами, то есть, где бы они ни были, есть свои специфики, вот я хотел вот это послушать. Почему я всегда что-то должен им? Мне непонятно. Ну, у меня есть такая, свои пять копейок, наверное, на счет, мне кажется, что нормальная Китай начинается от, хотя бы... Десяти тысяч, наверное, ну, согласен. Какая разница, я покупаю, да хоть я челнок, да они такие же, кто мне продают, они такие же, шалупонь, основная масса, а если мелочевка, а перспектива, а я считаю не так, а я считаю грамотность проговоров, проведения, как ты себя поставишь, если ты в переговорах, там, ни Бенни, ни Кукаревку не можешь нормально себя поставить, начинаешь, там, под каждую, когда мне пишут, там, мне вот они, там, мне не важно, не важно, что они сказали. Если на мои условия не идут, ну, или бывает там, а вот в моем товаре я нашел всего одного пастричка, или плохо искал, или, значит, с таким товаром лучше не связывать, потому что это рискованно. Если они себе на начальном этапе палки в колеса нам ставят, какие они партнеры? У меня есть люди, которые за, там, я не знаю, за сэмплы, там, платят по 50 баксов, я им говорю, отдыхай, слышишь, что я им? Я, конечно, обзываться не собираюсь, но, а, и, там, за лохов держать нас там тоже смысла нет. Ну, вот из-за этого нашли кого обманывать, мягко говоря. Вот, из-за этого я тоже не очень особо понимаю, вот, именно подход, вот это вот вокруг, да, мы по 100 килограмм водим, по 300, по 500, ну, во-первых, я не знаю ни одной крупной компании, которая, например, там, будет большими партиями, там, что-то заказывать, все равно надо посмотреть качество, сэмплы и все остальное, тем более запускать. Они реально кота в мешке покупают так же, как и мы. Мы 50 на 50, мы одинаковые, да, мы клиенты, вообще должны музыку заказывать, но пускай там не так, но 50 на 50. То есть, и тут кто кого переиграет, не надо пережимать, надо, чтобы все зарабатывали, надо понимать, что если мы хотим там, я не хочу это про эти три качества, четыре качества, ну, у нас и в России есть люди, которые там, я не знаю, в Армании до сих пор ходят. То есть, Армании, Армяне там шьют, я не знаю, или еще кто-то там, Версачи там, е-мое, и так далее. Ну, есть до сих пор такие, в золотых цепях, а чем дальше в глубинку, наверное, поедешь, там, еще своя специфика. Ближе к европейской части, там, свои специфики, просто везде. И в Китае то же самое, если дешевые вещи, люди хотят купить за доллар дорогую вещь, она и будет за доллар, а не за 2, а не за 5. Из-за этого мы, как бы, все разные, и переговоры идем по-разному. Понятно, каждый выбирает для себя, как бы... Да, я хотел просто вот именно в этом отношении, да, вот с такого ракурса, если подход, мне просто интересно. Я вот не страдал ни разу от китайцев, именно в плане переговоров, что у меня какие-то там были проблемы, что я им там должен что-то... То есть, у меня не было таких проблем. Переговоров много проводили, в России продукты и так, и сяк, и там, я не знаю, там, с Востоком, там, например, там, и технику гоняли, там, переговоры... Да, Азия специфическая вещь, очень вот это, они любят, там, от тебя облизать, там, я не знаю, там, что угодно тебе говорит, да, да, какой-то красавчик, туда-сюда, емэ... А на деле делать какие-нибудь, не то, что гадости, они делают свою работу просто нормально. Вот, ну, к этому привыкаешь и нормально, но не ждешь, так скажем, от них, там, выполнения 100% обязательств, как приспосабливаешься, ну, чтобы под них проебаться, я не знаю. Да, но я не считаю, что загрузка китайского мессенджера это какой-то серьезный прогиб. Нет, 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 я не в порядке. Ну, может быть, может быть. А еще хотел последнее, что сказать, по рекомендации, лучше иметь, если вы планируете работать с Китаем, перед глазами китайские, расписание китайских праздников на год, чтобы у вас отгрузки не попадали на пиковые периоды предпраздничные и, там, несколько дней после праздников, чтобы вот этого избежать, потому что иначе вы тратите больше денег и вероятность брака увеличивается, потому что все склады, соответственно, все сотрудники, перегружены. Это касается всех компаний, с которыми вы работаете. По праздникам, да? Ну, то есть, да, посмотрите, китайские праздники. Вот, например, у нас майские праздники впереди будут, неделю будут, там, первая неделя мая, по-моему, не рабочая вся. То есть, все, у кого отгрузка будет в конце этого месяца, ну, во-первых, возможно, что будут какие-то проблемы, ну, во-вторых, скорее всего, тарифы на перевозки будут выше, потому что это, как бы, обычное явление. Так, вот, пошли вопросы, пока сейчас, народ, это самое, сильно вопросом не загружайте, потому что чат у вас прилетает. Первый вопрос, если китайцы наставят на общение только по Вичату, готовьтесь к посреднику и китку, только через личный момент Алибабы, прямой производитель не станет. Я тоже к этому отношусь, вы понимаете, правильно, вот, ребята сказали, в плане того, что мы через PayPal платим, через Pioner, крутой производитель, приезжайте и договорай юридически, заключайтесь с юридическим лицом. Вот и все. Из-за этого здесь, конечно, нужен компромисс, я не спорю, нельзя прямо уж так. Я Вичат общаюсь не для того, чтобы договора там заключать. Вот, я через личный кабинет, например, моя тактика переговора с ними, это на данный момент я привык лично к кабинету на Алибабе, то есть это 80% через Алибабу я отсев делаю, а потом перевожу на любой мессенджер, потому что поначалу я их загонял на мессенджер, это просто мусорка получается, вот. А вы выберете свои там 3, 4, 5, ну 10 максимум тех поставщиков и реально выберете мессенджер, вот у меня сейчас реально все на WhatsApp, то есть вот прямо пишут, я вижу болванки, меня прямо кидают в WhatsApp, ну иначе WhatsApp нормально стал работать, я так предположим взял. Так, есть что-нибудь добавить? Следующий вопрос, пошли. Ребята, скажите по окнам. Часто на Алибабе встречается картинка товара с Амазона, очень часто. Сначала я думал, что это фабрика, которую производил для этого продавца, продавца, ну этого товара, но потом ты видишь, что эти же картинки рекламируют другие фабрики. Как найти реально ту фабрику, которую изначально производил, они просто рекламируют свои возможности своим образцом, а на деле они ни разу не проверили. Ну короче, смысл понятен, фотографии вздираются с гугла, например, просто вставляются, потому что китайцам лень даже на телефон фотографировать, даже я уж молчу, свет поставить и ракурс выбрать. Я этого тоже не могу понять, давайте торговать всем на Алибабе. С Алибабой мы сейчас такой лисин там забабахаем, вот, но не факт, что мы сработаем, вот что дело. У них свои спецы, их, наверное, вы как считаете, ребят? Алло! По фотографиям, как вот, как считаете? То есть, то есть, следующий вопрос будет еще более интересным. Не могу это прокомментировать, потому что сами мы не продаем на Аматоне, соответственно, с Алибабой, так вот так. Вот, очень важный вопрос, вот, честно могу сказать, меня также он интересует на Алибабе, достоверная информация, если написано, что мануфактура или трейдинговая компания. И мне очень нравится вот этот китайский подход, мануфактура, трейдинговая компания. Что это такое? Обычно мы говорим, покажут, инспекция покажет, что это такое. То есть, пока мы физически туда не приедем, не получим видеоматериалов с производства, со складов и с офисов, мы не сможем понять, что это такое. А как вы проверяете аферистов, которые садятся за эти самые посредники, которые садятся на место директора и рассказывают, визитки раздают, что они там типа директора, с вами нет никто. То есть, там договариваются там. Так вот, чтобы прям себя за директором выдавать, ну, никто себя так не ведет. Это, как правило, по поведению посредника на фабрике видно, как он часто там бывает и действительно в каких он отношениях с представителями этой фабрики. То есть, обычный вопрос, там, где здесь туалет, уже как бы по тому, как он быстро отвечает, уже что-то можно выяснить по тому, как он общается с рабочими, уходит ли он периодически на свое рабочее место, есть ли он у него, уже понятно, посредник он или нет. Но, тем не менее, многие посредники оказывают, предоставляют такой сервис по взаимодействию разных поставщиков, что, в общем-то, от их услуги не стоит отказывать. Да, я тоже согласен. Учитывая объемы. Да, да, объемы это очень важно, я тоже согласен. Ничего такого зазорного работать. Я у меня первый поставщик был, например, посредник. Он давал те же цены, что и самый такой интересный производитель. Но они все равно посредники более гибкие, правильно? Они делают, часто у них есть дизайнеры, потому что им приходится это делать. У них есть, там, возможность доставки, они заморачиваются с этим, нам помогают. Они принимают все эти платежи, Paypal, там, все подряд. То есть, им главное, чтобы работать начать. Просто, когда в переговорах, вот по моему опыту, просто в цвет задавайте эти вопросы. Не надо вокруг-докол ходить. Если у вас есть сомнения, напишите. И посмотрите, как быстро они на это ответят. Если отвечает быстро и логично, ну, это плюсом. В любом случае, надо физически, наверное, проверять, если есть сомнения. А если, вот я человеком писал, например, и работал год всего, трейд-эншуранс, он говорит, ну, он же есть трейд-эншуранс, вам все равно все компенсируют. Какая разница? Ну, говорят, ну, работаем и всего год. Что делать? Что теперь нам, мы же не можем, например, там. Понятно, что можно купить старую компанию, правильно, там, оформленную на Алибабе. И также аферизмом заниматься. Так, дальше что у нас? Если на Алибабе фото на белом фоне, значит, это производитель уже продает на Амазоне или посредник. Только, так, ну, в принципе, да, логично, я считаю. Действительно, такой есть момент. Ну, опять же, они тоже развиваются и очень быстро. И сами знаете, у нас, я не знаю, 5 лет назад в России, там, ну, 8 лет назад, что такое было Samsung и что такое было Nokia. Ну, вот, Nokia было все, а Samsung был просто мусорка. Вот, и корейские машины были такие же. А сейчас у нас корейские машины уже более-менее даже ничего. А Samsung вообще там в респекции мы. Вот, а уже китайцы наступают, тот же Xiaomi. У меня он сейчас на столе, две лампочки Xiaomi, удлинитель Xiaomi, колонка Xiaomi. Куча всяких принадлежностей китайских. Я просто беру на дорогих этих самых. Мне вполне устраивает качество. Вот у меня сейчас на ноутбуке этот переходник, чтобы LAN-порт был там за 20-30 долларов, 100 мегабитный. Вот, чтобы проходил интернет, грубо говоря, потому что через 3.0 USB. То, что у меня нет входа, например, проводного интернета. Так что все это со временем меняется, и они начнут нормальный лестинг делать, классные фотографии. Но сейчас пока у них такой прорисовый вариант. Я не знаю, почему они не делают нормальные фотографии. Просто загадка. Товаров, наверное, много или часто их меняют. У меня такой вопрос тогда, лично. Это именно более уточненный. Я много читал, смотрел раньше там по своей работе и так далее о том, что Alibaba представляет из себя торговля мелких оптовиков, крупных оптовиков и мелких производителей. И тогда вот у меня встреча, если это так, где тогда крупные производители? Им вообще Alibaba неинтересно? То есть, как находят? Через выставки, то есть, классический подход, как у нас, у нас нет таких площадок, например. То есть, производители просто, в принципе, знают. Они сайты раскручивают, там, я не знаю. То есть, как найти действительно... Я понимаю, что я могу проверяющую послать. Но я вас в одно место послал, вы мне сказали, там трэш. В другой послал, там подвал. В третий, там сарай. В четвертый послали крутая фабрика. Но там вход сбоку, это вообще там в аренду сняли. Вот, а как вот отсюда на расстояние я вам смогу подправить, когда, по каким косвенным факторам? Я могу сказать, что когда у производителя появляется какой-то продукт, который он хочет продавать, то первое, куда он смотрит, это, естественно, местный рынок. То есть, он вообще, это продукт пригодный для местных рынок. Потому что местный рынок, он, во-первых, более легко достижимый, во-вторых, он более многочисленный. То есть, если, смотрите, сколько здесь насчитывается людей, у которых можно притислить к среднему классу, и это получится достаточно серьезное количество людей, потенциальных потребителей, потенциальных товаров. Когда уже он понимает, что на местном рынке он, в общем-то, свою долю взял, или когда он понимает, что на местном рынке его продукт нельзя продвигать, он уже начинает задумываться о выходе на международные рынки. То есть, они начинают думать с простого. То есть, крупных производителей также можно найти на китайских ресурсах только вопрос, если их там найти, как в дальнейшем вести переговоры, если у них нет англоязычного сотрудника, и как с ними расплачивать, чтобы платежи были защищены. То есть, они еще придачу, или даже англоязычных не стараются нанимать их с них? И это нормально? Ну, это нормально, если у компании есть нормальные продукты, компания нормально себя чувствует на местном рынке, пока на данном этапе. А как она собирается продавать на внешний рынок? Как она собирается на внешний рынок продавать? То есть, на китайском продавать? И на иероглифах? Вот как только им надоедает продавать на китайском рынке, или они понимают, что больше не могут продавать, они начинают задумываться о выходе, о том, что нужно вкладываться в Алибабут, чтобы вывыкли. Понял, понял. Алибабут там, ну и в другие, ну и в сотрудников, англо говоря. Соответственно, как только они понимают. Это просто занимает время. Это понятно. С выходом на внешний рынок я понимаю. Я не понимаю именно, как мне через Алибабу примерно хотя бы понимать. Я понимаю, что товарные остатки, я понимаю, МОК, минимальная поставка, я понимаю, там, цены и все остальное. Но, то есть, другого нет. Кроме, как поехать, посмотреть. То есть, вот в этом отношении. 1866, например, от Алибабы чем отличается? Вот многие его говорят, говорят, цены проверяют, блин, вообще выгоды никакой. Вот сколько не пыркался, сколько не пыркался. Там, я понимаю, есть там Global China, есть там еще там куча. Вот, ну вот, просто время, зря потраченное время и в конечном итоге возвращаешься на Алибабу, потому что там больше выбор, что ли. Как вы это самое? Может, я ошибаюсь? Ну, может быть, товар не тот. Вот, может быть, переносыщен 1866 с этим товаром. Нужно смотреть конкретно по товарной позиции, чтобы дать какие-то комментарии. Понятно. Как лучше переводить деньги китайцам, вот люди спрашивают. Вот в Европе популярна Азиму. Да. Так, переводить деньги китайцам за что? За товар, конечно. За заказный товар. Соответственно, кроме Trade Assurance, банковский перевод, Western Union, ну, все классические способы, в зависимости от степени вашего доверия поставщику. Также мы сейчас разрабатываем продукт по финансовой услуге, чтобы переводить китайцам деньги через Payoneer. То есть, с вашего Payoneer аккаунта деньги уходят на наш, а мы здесь уже решаем вопрос, как перевести это вашему поставщику. Но это следует делать только, если вы доверяете поставщику, и с ним уже какой-то опыт работы есть. Потому что защищенность здесь, ну, как себе, сами понимаете. Ну, да. И плюс не иметь в виду, что тоже Payoneer, когда переговоры ведете, в письмах пишите, принимаете ли вы. Не надо писать там, я не знаю, какие-то невероятные платежные системы, а пишите прямо в цвет, работаете ли вы с Payoneer и с PayPal или нет. Потому что если на Украине с Payoneer на PayPal можно деньги перекинуть, то в России этого сделать нельзя. Вот. Но если только у вас друзей нет, в Украине они спокойно могут для вас это сделать. Но с равно с этим, конечно, приличное неудобство. Так, значит, что у нас дальше? Прослушал много... Прослушал. Много нужно ли им доверять и вести диалог с компанией, которая год на Alibaba, но имеет trade insurance? Можно. Опять же, смотрите по костным факторам. Я с таким работал. Я не это самое. Я понимаю, что это рискованно в любом случае, больше рискованно. Но я могу точно сказать, аферист всегда найдет схемы обмануть. И не проблема, я думаю, купить какой-нибудь старый аккаунт с пятилетним trade insurance. Хотя они за них платят. Я сейчас вот на AliExpress студирую часто очень. Ну, в розницу в первую очередь. Но периодически мне попадается уже много достаточно оптовых магазинов. Потому что тот же кэшбэк в 10% он имеет значение приличное. Плюс на AliExpress также есть те же самые оптовики, которые там, может быть, мелкие оптовики. Как пересет на AliExpress вот наших вот этих товарищей, я не знаю. А по поводу того, что там все-таки Alipay, оплата удобная, то есть и кэшбэк нормальный. Ну, сложно сказать. Очень мало прямых производителей имеет работник, владеющий английским языком. Очень печально. Извиняюсь, не 1866, 1688, но по смыслу понятно. Ну, вот так что... Что еще, Никита, интересно? Давай. Ну, например, я могу рассказать, как я выработал для себя алгоритм по поиску каждого товара. И прошу Алексея максимально раскритиковать, что я делаю не так. Поехали? Жди. Значит, я сначала нахожу классный товар. Потом мы делаем реквест, enjoy request, в общем, запрос цен на Alibaba. И представляемся большой клип низкой компании. Где я, Столяров Никита, выступаю в моем оборудовании. И прошу всем добавлять в Вичат. Также мы всем, абсолютно всем делаем ковровую бомбардировку реквестами, письмами, чтобы они все добавились ко мне в Вичат. Здесь происходит первоначальный отсек людей, которым это неинтересно, ну, кого-то добавлять в Вичат. они добавились ко мне в Вичат. И я сразу всем прошу show your assortment. Они все показывают мне свой ассортимент. И уже по величине ассортимента, то есть он должен быть не слишком большим, не слишком маленьким. Я понимаю, с кем хочу работать. И уже на второе место я уже, когда буду продолжать общение после того, как он скидывает ассортимент, прошу напомнить, какая у него ссылка на альбомер. после чего я выбираю производителя. Но обычно все эти истории трейд, трейдинговая компания, производитель, мне кажется, это все в глупости, чтобы попытаться понять, какая она, ну, то есть если это хорошая трейдинговая компания, она уже давным-давно догадалась купить десятилетний аккаунт и выставлять на каждом аккаунте только узкоспециализированные продукты. Если бутылочки под старбаксы, под кофе, значит, там только это. Ну и так далее. Плачу А, и после этого я звоню Алексею и прошу его сделать инспекцию. Так как я больше не работаю с первоначальным продуктом, закупка меньше тысячи, то отдельный вес проверки не очень большой. Мы делаем проверку в формате инспекции видеообщения, так как там англоязычный, то иногда такая видеосвязь получается. И мне кажется, что это очень хорошо, что же вы списались, на следующий день будем уже там. Представляете, что это ваши работники или ваши партнеры, которые вы представляете в Китае, проверяете, делаете потом самое сложное, что можно, что достаточно тяжело сделать через интернет, заставляете китайцев предоставить вам полный ассортимент цены. Если кому-то это удается по интернету, это максимально удивительно. и после этого вы оплачиваете PayPal. Говоря по поводу PayPal, важная деталь, две важные детали, три. Первое, вы проговариваете, я проговариваю все в e-chat, в последнее время в основном это делаю голосом, чтобы много времени занимало. Проговариваю все детали, сотрудник делает invoice и уже invoice я восстановлю китайцу, чтобы китайец приложил invoice в PayPal. А что-то тебе же должен выставить, правильно? С invoice просто и все. Ну а в чем проблема? Дело в том, что китайцы никогда не напишут столько требований, как я обычно пишу. Типа производитель обязан сделать полный возврат денег, если бутылочка недостаточно крепкая. если протирается краска, если нарушены сроки производства, он подписывается по большому счету на немножечко жесть. Китайцы они, ну как мне кажется, по книгам, которые прочитал общение, мне кажется, они немножко формально относятся ко всем этим бумагам и никакого торга не происходит по тому invoice, который прилагает. Важно ли, чтобы цена отбить. Ну и сроки иногда. Что происходит дальше? в PayPal почти все производители сыпятся и не хотят invoice прилагать в PayPal, говорят, что они это не умеют. Ну в общем, их можно научить и рассказать, что это возможно. С любого аккаунта можно прилагать invoice прямо к money request в PayPal. И важный еще вопрос, звонил в поддержку два раза, делайте не предоплату PayPal, а полный ассортимент заказа тысячи штук. Вы должны оплатить 100% за 400 штук. Ну понятно, короче, понятно. PayPal несет ответственность не за down payment, не за предоплату, а за полную оплату товара. Следующая история. Видео мне сними по PayPal, как money request вот это просто надо видео заснять и все отдельно. Не трудно в PayPal. Чтобы PayPal это раскидывать, на английском просто надо написать и все. И можно было бы это было бы очень удобно. Да, это удобненько. мы в общем по итогу мы сделали инвойс, который защищен в прописательном условии, предоплатили оплату 40% в полном объеме. То есть если 1000 единиц мы покупаем просто 400 единиц в полном объеме. И в инвойсе нигде не написано про оставшиеся 600. И перед этим мы сделали инспекцию. Что получается по такому алгоритму у меня за два дня небольшие успехи я выбрал один трендовый товар, он не пошел. Он сначала пошел, потом когда китайцы затянули с производством, он резко упал. И сегодня мне возвратили 2700 долларов на вторую партию. Работает PayPal. Классно. что еще? Пожалуй, все, наверное. А еще есть такого чит-кода, который где-то вычитал. Я распечатал визитки со своим именем компании, которая в Калифорнии зарегистрирована. Я в самом начале разговора мелком ее как-то скидываю, она у меня на руках. И должность менеджера мне часто позволяет в разговорах скатываться к тому, что у меня есть босс, и если что-то надо доплатить за стандартное китайское, но я это из своих делаю. Пожалуйста, что делаю не так. Во мне все так. с визиткой хорошая задумка, с Paypal тоже красиво. Единственное, что есть ли смысл запрашивать полный каталог их продукции с ценами при условии, что цены зависят от объема, от условия поставки, вариантов цен может быть масса. Может быть не стоит давить и требовать от них. этого минимум всем бежим быть. Часто же бывает, что приходим за одним и покупаем другое, но иногда по-то и не. Если китайцы с первого раза или со второго раза что-то не делают, значит, есть какая-то причина и нет смысла его надавливать. Это касается любых запросов, любых просьб. Лучше приложить усилий выяснить, почему это не сделано, какая причина и может быть помочь вместе как-то справиться. Но давить опросить еще раз бесполезность он не выполнил, значит, что-то не так, значит, или ваш заказ неинтересен из-за объемов или из-за чего-то еще, или просто у него маржа на этом продукте может быть слишком низкая, чтобы достаточно внимания вам уделять. Значит, у меня есть проблемы, например, я получаю какую-то среднюю взвешенную цену, несмотря на то, что у меня объемы не 300 единиц, а несколько тысяч, и не умею торговаться, у меня какая-то проблема, мне всегда плохие цены даются. Вот есть какие-то общие рекомендации по торгу? По торгу, ну, мы достаточно часто получаем такие запросы, что вот вы давайте сведите к нашему поставщику и на несколько процентов нам снизите закупку чай стоят. Мы считаем, что лучше, чем вы сами, за ваши деньги бороться никто не может. Поэтому, если нужно, чтобы мы принимали участие в торге, то это должно происходить только с вашим участием. и наш инспектор который будет это делать должен быть готовлен с точки зрения информации он должен быть проинформирован потому, что он должен знать как у вас развивались отношения только вы знаете как они развивались о чем вы договаривались и так далее и вы при этом должны присутствовать во время этого торга в режиме онлайн мы можем перейти на скайп на данном печате чтобы этот торг происходил чтобы контакт глаз был между нашим инспектором и представителем фабрики чтобы вы так же присутствовали и вы как вы им руководили саму грязную работу мы готовы взять на себя мозг этой деятельности все-таки должны быть Алексей вы можете сказать пять аргументов которые скорее всего могут сработать давайте я первую начну я торговал купал один товар за три доллара и думал что хорошо и написал мне предыдущий поставщик предложил за два доллара в печати и я просто взял криншот и уже предоплаченный товар за три доллара своему поставщику написал и сказал мне предлагают за три доллара за два доллара но я тебя люблю а у нас предоплата за три давай за два и четыре мы же партнеры не получилось вот просто скриншотами от других поставщиков вот как-то немножко легко вот еще по пять четкодов расскажите пожалуйста получилось когда получается это хорошо очень главное очень важно чтобы когда получается китайцы не любят говорить нет чтобы когда получается это не отражалось на качестве это как бы всем известно самый важный самый такой простой аргумент в торге это когда сделка происходит не в первый раз если вы первый раз покупаете вы действительно можете переплатить если вы для них клиент первого раза то они хотят видеть очень высокий маржур впоследствии они когда видят что вы доказываете второй третий и так далее они действительно прогибаемы и при том достаточно серьезные по мне это самый серьезный аргумент если вы серьезный и нацелен на долгосрочное сотрудничество то иногда в первую сделку приходится переплачивать хорошо окей я ретурн кастомер окей я твой партнер уже проверенный второе то есть давайте набором клише вооружимся если вооружаться набором клише естественно это объем ну мы хотим и мало заказывать и пойдет подешевле вот какие-то такие горе аргументы которые работают и причем большинство из нас торговцев на Амазоне и все обучение к этому сводится иногда к поиску трендовых товаров а трендовые товары это огромная маржа для производителей и мы-то знаем что товар стоит один доллар купаем за шесть там есть глобинаторы и без ухудшения качества как ну иногда действует такой простой способ можно назвать рыночным да если мы находим этот же товар на том же на том же Таобау или на 1688 и показываем картинку с таким же товаром но с более низкой стоимостью или со стоимостью которая сравнима то есть это тоже может подействовать то есть у нас даже мы думали такую услугу сделать что мы находим какие-то аналоги товаров опять же с вашим присутствием онлайн ищем на 1688 на Таобау для того чтобы вооружать вас в разговоре с поставщиками которые представлены на Алибабе то есть если вы видите если вы чувствуете что цена завышена вы с нашей помощью но с помощью наших сотрудников которые знают китайский находите аналогичные товары для китайского рынка и используйте просто скриншоты фотографии для того чтобы пытаться прогнуть ваших поставщиков окей не сработало что еще сработало хотим еще хотим еще нам нужна предыстория ваших отношений с поставщиком как они развивались с чего начиналось и так далее ну вы знаете все предыстории по моим товарам как вы в этих случаях работаете они очень типичные какие-то истории они типичные но у вас же были инспекции где наши представители просто выступали в качестве того звена который ну который ведет торг практически правильно можете можете рассказать детально как получилось что получилось и что не получилось а вот еще Алексей такая вот главная история ну мне так кажется по правски в крайний момент китайцы они же как бы пассивные и поэтому выигрывают нужно не проявлять интереса почти кто-то дозировал не так ли и как это делать почти не проявлять интереса ну как бы ну и 2.2 говорят а вот это ну ладно за 5 долларов возьму опять же торг уместен когда он уместен когда мы видим что маржа высокая маржа высокая и тогда когда вы наткнулись на горячий пирожок когда вы понимаете что продавая на Амазоне вы получаете хорошую хорошую маржинальность поставщик тоже это понимает поэтому имитировать отсутствие интереса это все-таки не отношения между мужчиной и женщиной это все-таки без отношений достаточно сложно мне кажется это понимание давайте на вопросы да то мы что-то не туда ушли по поводу перевода переговоров это мне кажется другая тема вообще мы все-таки там менталитет на менталитет Никит нельзя ориентироваться только на один менталитет что вот есть вот такое вот решение вот восток дело тонкое и то что вот переговоры здесь а отличаются от переговоров там Обычно везде люди, везде Ты смог уговорить, убедить Если у тебя люди все заинтересованы Или нет, 10 тысяч, 100 тысяч закажешь И получишь цену, вот и все Так, у нас вопрос, значит При каком процент скидки Не страдает качество товара Это вообще просто, вопрос ни о чем Мы не знаем Это не бывает такого Какой процент Очень сложно сказать У Папелла же процент большой Почему не страдает иншурен сделаете Почему, Никита, не страдает иншурен сделаешь Мой английский язык Несовершенен Я люблю звонить Много раз И если что-то с Папелла будет не так Я буду звонить им 15 раз в день У них русскоговорящая поддержка У тебя деньги в Пионере Куда ты их делаешь? Как ты переводишь Чтобы платить на Папел? Ну я пока не нашел до момента Когда деньги конвертируются В настоящие Понятно Я не об этом Я о том, что все равно С Пионера на Папел надо перевести Наверное Посмотрю Ты что, наверное, посмотри? Ты мне Я понял, что Конвертировать нечего Вот, качаешь Под полтос Зеленью А вывести Некогда все Я не об этом Я о другом Я говорю о том Чтобы на Пайпеле торговать Надо там иметь что-то Откуда у тебя там деньги на Пайпеле? Расскажи Ну, карточку привязанную Русского банка Так, а с Пионера день Куда ты делаешь? Никуда это не делаю Я пока Копишь, короче, да? Я его Порваю дорогу То есть, короче Ты просто тупо Большой пионерский счет Я понял Ладно А, я могу добавить В этой ситуации Пайпел нам дает гарантию Минимум полгода Я Пайпел Предоплату Никита это вот сейчас говорил По поводу инвойсов Я не делал этого ничего Потому что этого не знал Никто об этом не рассказывал Я тогда это не догадался То, что он сейчас искал Это уже Достаточно давно используется Все правильно Обязательно Китайцы должны Выставить инвойс Обязательно Мы должны понимать За что мы платим И, естественно Сумму Мы берем упрощенную Тысячу штук И мы платим Как правило Тридцать процентов А не сорок Вот Соответственно Мы платим за триста штук Чтобы потом Мы могли китайцам предъявить А в инвойсе Ну, что, что Никита говорит Он любит просто Он такой товарищ Его многие знают Вот Из-за этого Основная масса делает по-другому Просто инвойс За что мы платим Если что-то будет там ненормально Я и так буду в Пайпл звонить По 15 раз на день Мне компенсировали без инвойсов Без ничего Я открыл спор Мне компенсировали деньги Ну, я так понимаю Ну, не знаю, короче Кто То ли сам поставщик Понимал свою ответственность Потому что у меня был косяк С количеством В наборе Небольшой Я им просто отсылал Постоянно письма Ну, показывал Гневные письма Моих покупателей То ли Пайпл Как бы Это сделал Потому что произошло Все это не мгновенно Вот По поводу Пайпл В первую очередь Это гарантия Мы заказали товар Он может производиться От месяца до двух Спокойно Доставка до Амазона Может от месяца до двух Происходить Пока туда-сюда Первоначальный наш взнос Просто сгорит Потому что Трейд иншуранс Насколько я помню Два месяца работает Все Потом Через три месяца Вам там отзывы Даже написать нельзя На Алиэкспрессе То, что Какое-то определенное количество Это не как на Амазоне У нас на 50 баксов Купили товары И потом Иди Кому хочешь отзывы Пиши Там все жестко Не успел чуть-чуть там Написать И все закончилось Трейд иншуранс Я использую Через этот Когда оплачиваем 70% Не знаю Какие у тебя Никитка Трейд иншуранс Я слышал С трейд иншуранс Гораздо проще Получить деньги Назад Потому что Алибаба Жесткий в этом отношении У меня Чем с Пайпала У меня небольшой опыт С Алибабой Но крайне негативный У меня Доставка Через Алибабу 7,5-9 долларов За килограмм И На Призы Поставщика Я хочу Через своего Форвардера Мне Он говорит Ну Мне же нужно Затаможить Товар Для того Чтобы получить Возмещение НДС Но самое главное Получить деньги Алибабы Алибабы И Доверяться Не своему Порвардеру Он не готов На самом деле Он просто хочет Заработать Конечно Просто бабла Намыть на тебя Хочет Нашел Такого Себе Производителя Партнера Я Причем Причем Пытался С самого Китайцы Почему Думают Что они Жесткие Аферисты Что они Всех Могут Обмануть Потому что Ну вот На инкино Люди Смотрят Посмотришь Там Как там Европе Живут В Америке Там Ой Мне деньги Там Прислали А у нас Здесь Жестко Не знаю Жестче Чем У них Или Нет Но По крайней мере В любом Случа Я бы С таким Производителем Конечно Бо Не работал А то Что ему Там Надо НДС Не НДС Ну Я не знаю Не надо Привязываться С каким То Товаром Или Надо Искать Других Поставщиков Вот Есть Люди Которые Могут В этом Во-первых Помочь Я могу Одно Сказать Что По опыту Огромное Количество Людей Нормально В засос Просто Работают Очень довольны Ни разу В жизни Никаких проверок Не делали Потому что Фабрикам доверяют Какие у них проблемы Они все решают С производителем И не надо Про все китайцы Говорить Что они все Негодяи Так скажем Но Очень многие Потому что Мы мелочок Попадаем Вот именно На такую шелупонь Которая зарабатывает Вот Сэм Прикиньте Они выставили Супер дешево цены Ну просто Реально Супер дешево цены И к ним В любом случае В день Вот я просто По своему опыту знаю У меня бывает Даже Я не знаю Много людей Чуть и не на одной фабрике Люди Или одним и тем же товаром Люди занимаются Потому что мы продвижением Занимаемся У нас бывает Абсолютно одинаковые товары По два По три товара А мы не качаем Тысячами товаров И сотнями даже Всего на всего Десятками Вот и все И получается Они на сэмплах На них Просто в день Могут там По 500 долларов Зарабатывать Ё-моё О чем говорить Они выставили Самые классные условия Все Да-да Классный поставщик Купили сэмпл У него Он там говорит Брат Ты там извини Там у меня срочная доставка Туда-сюда Я говорю А мне не нужна срочная доставка А я говорю А у меня вот есть посредник в Китае Ну будь добрый За доллар мне отправь Пожалуйста Потому что Если поставщик Не готов дать Бесплатно сэмпл С ним можно не работать В принципе Это моя позиция Однозначно Это если люди Никакого партнерства Нет сначала Какой смысл Вообще с ними говорить Да за доставку Надо платить Да бывают Сэмплы дорогие Да надо заплатить За сэмпл Но в любом случае Если там упереться Если вы действительно Серьезно Себя уважаете И вы считаете себя Серьезным покупателем То в принципе Особенно недорогой товар Все же понятно Дело относительно Одно дело Товар к закупке 10 баксов И ему там например 10 человек в день Будет там Брать эти сэмплы По 100 баксов Там по 200 А фирмы реально Там очень много Некрупных производителей Вот То да Я могу понять Но если какая-то там Дешевка Которую мы в основном Торгуем Там по баксу По баксу По 2 Ну я не знаю Вот Так что Многие производители Нормальные Они дают еще кучу Действительно Своего нормального товара Чтобы мы выбрали И может быть Чем-то другим Торговали Многие Вот как Я не знаю Я все время Продажами занимался Да мне бы покупатель На меня бы вышел Я бы ему Весь свой ассортимент Я бы все прайсы Выдал И наоборот Уговорил Что не надо это брать Я например В переговорах Прошу не весь прайс А прошу топы То есть Новинки 2017 год Ход релиза Там То есть Вот именно Новинки То есть Потому что Все одним и тем же Торгуют И бывает реально Что-то интересное Вылазит В обычных нишах А на Амазоне Сами знаете В основном Проблема с ассортиментом Что на Алибабе То и на Амазоне Уже есть Если вы будете первым У вас будет преимущество Вот и все Тем более Сейчас по патентам Проверка есть То есть Если я раньше Все-таки Очковал Потому что Новым товаром Начинаешь торговать И непонятно То ли он новый То ли он запатентованный Когда там Один-два человек Продает его всего Как-то стремно Достаточно Туда влазить А сейчас Есть человек Который все это проверяет То есть Проблема В принципе Риски мои Серьезно Нивелировались Вот И по поводу того Что мы Вот я говорю По этим Партнерам Переговорам И всем остальным Я еще раз говорю Имейте в виду То есть В любом случае Максимум Мы платим Стоимость товара Ну там Он стоит Я не знаю В оптом там Пускай даже Дорогие товары Про дешевые Вообще должны бесплатно давать Про дорогие товары Там 10 долларов Предположим То есть Ну если за 12 долларов Он выдает Это нормально То есть Там розничную цену Но если начинается Вот это вот там 40 долларов Такие вот нереальные цифры Кто-то называет Не путайте Да Не путайте это Именно с нанесенным Торговым Там Приват лейблом Потому что Надо платить За штамп Надо платить За работу Они там Ее отдают Куда-то там Потому что Это действительно работа Это стоит от 50 до 100 долларов Как правило Но я на днях слышал 140 человек отдал Но Все равно Это надо Однозначно Определяет Что это в депозит Пойдет Если вы у нее купите Это полностью Пойдет на первую партию То есть Будет учитываться Эта сумма Вот Ну 140 Это все равно Кудрявое Я не знаю Я платил Полтос То есть Вот 80 Я считаю Нормально Ну наверное Нанесения тоже разные Затраты Наверное Тоже разные Вышивки Я не знаю Лазер И так далее Может быть Я не знаю Не могу сказать Но однозначно Однозначно Логотип Это логотип Вот Вы с логотипом Там Но это уже Я не знаю Должны определиться Практически точно С фабрикой И потом там Логотип заказывать Вот Так что В принципе Вот так Что у нас еще тут О Я вспомнил Про 11-й чек-код Давай Я Каждые два дня Пишу с вами Китайцам То О чем мы договорились И что ты им пишешь Я обещал вам Продавать 100 штук День Я их продаю Нет Нет Ну типа Когда там Одно за другим идет Потом Я говорю Мы договаривались Необыстрее Центр Инспекцию У нас послезавтра Такие Роки Это 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 Потому что Они Прям Капитаж Ну это ты такой Геморройный товарик Понимаешь Не все такие Не надо на себя Всех Насаживать Потому что Ну так сложно Как ты работаешь Это самое В любом случае Все к стилю разный Кто-то суетной Ты на старте взял Сколько у тебя 9 товаров На старте Я Да Мало кто именно Я понимаю Кто например Ведет столько товаров Или кто постоянно запускает Я понимаю Ну на старте Когда человек Да Хоть я тебя и там Консультировал И сопровождал Все равно это тяжело Понимаешь Просто их переварить Ну зачем Вот И я тебе это говорят И все равно их вез Это потому что Жадность Вот Ты что мне говорил А вдруг Амазон закончится Не успеешь там Поторговать Вот А я тебе говорил Не торопись Никуда от нас не денется Тихонечку Дотянем Так Неплохо было бы Поиметь в текстовом виде Условия По инвойсу на английском Ну что я тебя просил Но это не в текстовом Тексты должны все писать Отдельный свой А должны просто механику показать Если мы сейчас Как эти Болванки Сейчас наделаем И тут вот Видосы посмотрят Как минимум Там тысячи человек А то и две И вот я сто процентов Даю Я не знаю Половину из них Просто тупо Эти болванки Засылать будет Это не хотелось бы А вот именно механику Как это сделать То мне кажется Это действительно надо Так Олег Подскажите Как относится Относится К производителю Который Во время переговоров Первый Завысил цену На базовый сэмпл В районе 20% На каждый объем Ну о чем я и сказал Завысил цену На ОЕМ В том же районе Когда мы снизили цену На эти 20% То на следующий день Они потребовали Завершать сделку За один день 31 марта Оплатить полностью Весь объем Ссылается на то Что они нам Скинули Эти проценты На доставку товара Из Шенчжени На склад Амазон За 120 килограмм Вес запросили 900 долларов Это нормальное явление Когда они на каждом шаге Пытаются цену за выезд Да это не нормально Я об этом как раз и говорю Во-первых Если мы должны рассматривать Это как партнерство Это как раз Вот о чем я и говорю Что сэмплы там Просто там Я не знаю Вещь там 2 доллара стоит А для них Наверное 50 центов А они нам Его за 50 продают То есть Вот из этой же серии Когда они тебе Сделали скидку на этом Но доставку Ты поешь через нас И доставку Из них вывел Ну значит НДС надо заплатить Это то же самое Как непорядочные Форвардеры У нас Занимаются тем Что берут товар на себя А потом у них коробки Размеры вырастают Они Шарики Переделываются Их помяли Надо переупаковать У вас слишком большие коробки У вас слишком маленькие коробки Это всегда такое Просто Бывает Попадаем на негодяев Бывает Не попадаем А бывает Те люди Которые хорошо вроде работают Тоже периодически косячат Мне кажется Добавляет Просто Случайно возник вопрос Алексей Знаете ли вы что-то Про мастер коробки Для маленьких товаров Мастер коробки Для маленьких товаров Первый раз Лучше такой формулиров Да То есть Маленькие товары Не нужно отправлять Коробку им По 120 штук Для какой-то Маленький габарит Можно просто делать Индивидуал Ты называешь это Ты это имеешь ввиду Шипменты Когда делаешь Индивидуал Возможно это Не 150 штук Там просто ограничение У нас везде Мы говорим 150 штук в коробке 150 штук в коробке А на самом деле Там есть Одно название Есть индивидуал Если делаешь вот так То получается Можно не 150 штук А там Я не помню То ли без ограничений То ли еще что-то Денис пишет Вот видишь Мастер картон Это называется Мастер картон Ну это просто Если кейсов много Просто ассортимент Разный Вот Ну я говорю У нас вот есть Специалист Главный по правилам Амазона Все знает Профессор Дениска Да Так Где у нас Хорошо Так На чем мы остановились Так Мы остановились На том Что вот Человек перечислил Кучу косяков Китайцев Когда их Например Там Есть ли ограничения По весу А я увидел Одно Интересное Вопрос Давай Я не знаю Почему люди Об этом говорят То есть Это достаточно странно Александр Миротворцев Спрашивает Когда оплачиваем Пейпалом По идее Можно заничить Цены партии Для того же На 2,5 тысячи долларов До 2,5 тысячи долларов Мне кажется Что это максимально Бесмысленная история Согласен Да ну А что Ну а какие варианты Ты просто дай Ну в смысле Вашему Парвардуру Вообще Не нужны Ваши Они просто Нужны Для понимания Реальной цены И Кода В микроэмерческой Виктости Товара Там же Можно же Подряд Много партий Отправлять Правильно По 2 тысячи По 2 тысячи По 2 тысячи Смотрите Что касается 100% гарантии Того Что груз Пройдет Без всяких досмотров И без проблем Ограничения На самбире На 700 долларов То есть если это у нас От 800 до 2,5 То в большинстве случаев Груз проходит без проблем Иногда случаются Досмотры, задержки И так далее Но Как поступаем мы То есть мы Изначально запрашиваем Всю информацию О грузе Его таможенный код Его стоимость Размеры Origin, destination И так далее Соответственно В любом случае С каким бы форвардом Бывание работали Вам нужно Предоставить Всю информацию Ему Это уже его проблема Собственно говоря Как он это будет Разбивать Такое количество Опять же Если ему нужно Какие-то Разбить Например на 2 партии Пусть он сам Договаривает С вашим Производителем По каким Войсам Эти 2 партии Пойдут То есть Не нужно Здесь Брать на себя Работу Которую Должна Вы Уполнить Ваша Транспортная Компания Вы бы Доставили Все данные По грузу Как они Будут Разбивать Это их Проблема Это вопрос Их Операционного Один товарищ Который Форвардер Потерял его груз Частично И Он сказал Что он В принципе Не при делах Вот мы сейчас Говорим о том Что это его Проблема Форварда Полностью А он Просто Реально Взял И Как бы Такая тема Что Он не при делах То есть Ты типа Не застраховал Свой груз И Ну Вот и так Или там Второй вариант Есть тоже Человека Форвардеры Часто Они сами Отправляют Например Через UPS Правильно То есть Они собирают И отправляют И ищи С вещей Потом С UPS Разбирайся И все С концами Тоже Груз ушел Это как Ну то есть Вот я понимаю Одно Форвардеры Я передал Груз На 5000 Долларов Да Для меня Лично Это деньги Вот А форвардеры За это Тоже деньги Вперед Еще придачу Взял Вот А потом Оказывается Что он Не при делах Потому что Как-то Застраховать Надо То есть Вот этот Момент Взаимоотношения Посредник Форвардера Или форвардера То есть Вы там Наверное Никак Ну то есть Не участвуйте Просто Чтобы я Не попал И человек Вот на свои Последние деньги Которые он Вложил в товар И такая Ситуация Что он Просто С корабля Упал С контейнера Потерял Кто-то Украл Кто-то Что сделать В этой Ситуации Так Ну Мы Нашли Выход Такое Сложение То есть Вообще Достаточно Тяжело Здесь Получить От многих Форвардеров Какое-то Вменяемое Предложение По поводу Страховки Достаточно Тяжело Тем более Сделать Так Чтобы Это было Как-то Документально Закреплено Да И Так же Как и С нашими Страховыми Компаниями Зачастую Бывает Тяжело Бороться И еще Все поводы Чтобы Не выплатить Страховку Например Если груз задержан По таможне То Соответственно Страховку Не выплачивается Потому что Якобы Это Как бы Не Понятно Хотя бы Чтобы Не потерялся Был Просто Тупо Не потерялся Что Ну Мы Как бы Долго Думали Что Можем Предложить Мы Соответственно От Имени Своей Компании Перехал Страховым Груз Соответственно Берем Эту Ответственность На себя Документально Тоже Как-то Это Оформлять Не все Можно Оформить Работает С Китаем Учитывая Что Многих Клиентов Даже Юридического Рецепт Соответственно Мы Подставляем Здесь Свою Репутацию Если Вдруг Страховой Случай Наступает Клиент Не получает Деньги Пожалуйста Есть Группы Есть Сообщества Где Можно Эту информацию Разместить Мы Теряем Бизнес Там Это Не Интересно Поэтому Единственный Вариант Который Мы Предлагаем Крутой Вариант Я считаю Это Один Из Лучших Вариантов Потому Действительно Аж Весь Бизнес На Честном Слове Здесь Держится Если Его Не Будет То В принципе Бизнес На Сам Дель Не Особо Так Второй Вопрос Более Частный У Человека У меня У одного Партнера Есть Ситуация Что Он Например С каждой Поставке У него Постоянно Куда Девается Один Два Товара Товар Не Недешевый Недорогой Себестоимость С доставкой Тридцать С лишним Баксов И Когда Он Теряет Он Говорит Производитель Все Божится Туда Сюда Что У него Например Как Это Сказать Короче Не Хватает На Амазон Приходит Амазон Постоянно Приходит У меня До этого Никогда Ситуации Не Было А Этого Человека Уже Несколько Раз Вот Этого Дорогого Товара Одной Двух Трех Штук Нет Все Замечательно Качество Замечательно Все Отлично Как с этим Потому что Он говорит Ну блин Вот нанимать Проверяющих Бессмысленно Ну вот как Вот с заводом Ну просто Тем более Вы тоже Надо не забывать Некоторые проверяют Сто процентов Парти Тем более Первый раз Я всегда говорю Сто процентов Потом надо Выборочно Делать Чтобы они Тоже Не расслаблялись Но Без Сто процентов Просто Вот Никита Так же Пострадал Своей Пересортом Товара Пластик Металл Там И так далее И так далее Вот Я пострадал От этого Я просто знаю Первый партий Сто процентов Обязательно Как это будет выглядеть Какой упаковке Это Как это распаковывать Надо все Обязательно Думать И там Прозрачно Это будет Видно Будет Или не видно Будет Я не знаю То есть Я к этому То есть Уже опыт есть В этом отношении Мы делаем Такой товар Чтобы было бы Легко Максимально Легко проверять То есть Без вот этих Глухих упаковок Упакованных Еще в полиэтилен Какой-нибудь Там Запаяна Насмерть И так далее Ну вот Это вот И что вот Ему посоветовать Вот человек В такой ситуации Во-первых Касательно Проверки Сто процентов Это не всегда Технически Это возможно Мы занимаемся Инспекцией То есть Мы По результату Инспекции Подводим Процент брака Мы говорим Какой процент Примерно бракованных Изделий Если соответственно С этим браком Товары Не могут пойти На Амазон Мы даем Китайцам Еще время Говорим Чтобы они Этот брак Устраняли То есть Примерно Сто процентов Это зачастую В общем-то От браков Которой мы Не занимаемся Понятно Мы Цифры предоставляем Что касается Исчезновения Одного Пример Нужно понимать Сколько Он весит То есть Может быть Имеет смысл Попросить Завесить Корону Хорошая идея Хорошая идея Класс Мне нравится Есть вероятность Что товар Изымается Во время Там Прохождение Таможни В США Такие Предположения Тоже бывают У нас тоже Были случаи Когда пропадает Одна ельца Какого-то Недорогого Товара Ну недорогого Да А там Все-таки Долларов По 30 Под 40 Подходит А то бывает И не один Бывает 2-3 Не хватает Один Два Вот так Вот То есть Он говорит Блин Я не знаю Как бороться Вроде и нанимать Говорит Смысл Что намыл Говорит Что найму Что не найму И все Как-то Вот сейчас Я говорю Ну давай Скайп колом Ну мне сейчас Понравилось Весом Если эти коробки Они завес Чтобы они Одинаково Весили В принципе Тема интересная Неплохо По крайней мере Неплохо Так Значит Что у нас Дальше пошло Была идея Какая-то И забыл Так Когда плачет Так Мы по 2,5 тысячи Уже сказали Это проблема Форвардера По страховке Это замечательный вариант Можно Про патент Подробно Про патент Подробно Предыдущий Live Посмотрите Внимательно Правда Там было Больше Не про проверку А больше Про регистрацию И патента И торговой марки Жесткий был Live Я не знаю Конечно Там очень сложно Столько технических Всяких вещей Но смысл один Имейте все в виду Начиная с доставки Выбора товара И всего остального Когда мы вкладываем деньги Надо понимать Во что мы вкладываем Там все Очень сильно На документах На дворах На всех этих моментах Работает Все очень так Серьезно Из-за этого Когда у вас Есть косвенные Причины Подозревать Что этот товар Имеет Право обладателя Когда вам Хочется назвать Свой товар Например Торговой маркой И вы не понимаете Как это сделать Понятно Что мы им в гугл Забьем Торговую марку Не найдем Понятно Что мы посмотрим Домен комовский И он тоже свободен Понятно Что мы можем На амазоне Бренд проверить Торговую марку Но в любом случае Это все Достаточно Так скажем Не очень Не очень Понятно Что в начальном Итапе Даже кто Двигает В кикстартере Не делает Ни патенты Толком Ну торговой марки Может оформлять А может и не оформлять Не знаю Вот Ну патенты Точно не оформляют И после того Как товар С кикстартера Выстрелил В реальной продаже Потому что Очень частые товары С кикстартера Просто продаются Тем людям Которые в него Вложили И про него Плавно забывают Что он никому Нафиг не нужен Но бывают товары Вот пример Тот же Фиджит кап Вот Который там В конце августа Стрелканул То есть Вот мы ждем Вон патент Пендинги Мы его проверили И решили Его не вести точно Там были Хотели как эксперимент Его экспериментальные товары В нашей группе По обучению запустить Показать Как в такой нише работать Вот Ну так как Сроки уже поджимают Патент в принципе От 8 до 12 месяцев Не напрягаясь Можно получить А так как с августа Там с конца августа Тренд пошел Значит У нас времени осталось Там просто несколько месяцев Вот И получается такая история Что проверить патент 100 долларов В нашей группе Делать скидку 10 долларов А проверка Торговой марки То же самое 90 долларов Ну то есть 100 долларов 10 долларов Нам скидка Проверка и того и другого Стоит 160 долларов 10 долларов Нам скидка Все Если хотите Ко мне обращайтесь Если хотите К спикеру К тому Который этим занимается То есть Я могу свести Не проблема Вот По регистрации Этого всего дела Ну кому надо Это такой серьезный Уже вопрос Я лично не дорос Чтобы регистрировать Например патенты Несколько мы сейчас Человек запустили И реально У людей возникли проблемы Они не могут Зарегистрировать Не торговую марку Потому что Торговая марка У них там вот Я из этого говорю Почему Жесткий лайф Очень много Всяких нюансов Связанных с тем Что например Торговая марка Там из трех слов Два слова будет Например Похожих На конкретно Ну тот же Который зарегистрирован Или который Регистрируется Вот И там получается Что уже не получится И люди как бы Дают заключение Плюс Второй момент Есть еще Конечно Когда мы все будем делать Патент пендинг К нам уже Как к конкурентам Будут по другому Относиться Но мы сейчас Как бы этим занимаемся То есть Мы сейчас все До одного товара То есть У меня уже Свое правило То есть Выбрали товар Перед тем Как заплатить Тридцать процентов Мы обязательно Проверяем нишу Не сдохла ли она Там или еще что-то И обязательно Стараюсь Ну то есть Не всегда конечно Потому что Но бывают Очевидные товары Где нет проблем Хотя Что такое Очевидные проблемы Когда торгует Один человек Два-три всего И больше никого нет Ну как-то Непонятно То ли это Трендовый новый товар Какой-то Мало вероятно Что мы такой товар найдем В гугл тренде Можно проверить А бывает ниша Вот пожалуйста Фиджет кап Сейчас зайдите Там я не знаю Там 150 тысяч Предложений будет А там патент пендинг То и гляди Сдохнет Это вся ниша А эти самые Биваны То же самое Арбузные ножи То же самое Расчески там Для бороды Которые пластиковые То же самое Вот в январе Всех забанили Тоже торговал Весь декабрь месяц Все торговали А спросить не у кого был Можно туда лезть Нет Правильники Вот И таких товаров Полно Которых забанили Просто Я знаю Десятки людей Которые Не то что все деньги У меня есть человек Который с флагами Так перся И очень часто Самое обидное Очень часто Самое обидное Что человек Да флагами торговал Вот А флаги Я могу сказать Знаете Какие забанили Это Вот эти вот Капа Гамма Ну вот эти Как они называются Греческими названиями Вузы Вузах Короче Нельзя Ну все Тоже зарегистрирован Торговый марк Короче Ну или там Хрен узнает Что у них там Зарегистрирован А я могу То есть флаги Короче Человек на десятку Просто зависит То есть Всегда еще такая вещь Возникает Очень часто Человек привозит Небольшое количество Как всегда Там 200-300 Тестиров И они в лед улетают Потому что Если там Такая вот Вакуум Там реально Очень хорошие продажи Очень хорошие Даже не успевает Да Вас Тормознуть Он вчера Как раз Вчера да Объяснял Что Специалист Что По правилам В принципе Они должны Предупредить И дать нам Возможность Расторговаться Ну никто Это практически Не делает Потому что Запаришься За нами Бегать Потом мы будем Там подвозить И так далее Никто не доверяет Нам короче Ну не знаю почему Сразу претензию И до свидос А Амазон У него правило простое Чтобы не дай бог На Амазон В суд не подали Они лучше просто Прикроют и все Вот и все И это просто Сплошь и рядом Посмотрите Вот эти аккаунты Которые в группах Продают Да через одного Это просто люди Которые Бесчестно Втерлись И пытаются Слить этот товар Новичка Вот просто Я ноги в баню Выкидываю из группы Просто из-за того Что они вот Свой товар Преподносят Как какой-то бизнес Какой бизнес Две продажи в день У него там Все Ну наверное Всех забанили Все остальные Успокоились Вот Что там продавать Товар который Не продается У них Я там Я там занят Типец Мне Амазоном Такое довод Я занят Мне Амазоном Заниматься некогда Ну понятно Я ему Занят он Вот Из-за этого Очень многих Проверяли уже И у них там Реально Они попали на патент Очень многие Очень внимательно К этому относитесь Вот Это стоит Действительно Когда Несколько месяцев назад Я просто не мог найти Рассказывать Какие-то невероятные стоимости С Любомиром Мы по торговым Патент По торговым маркам Разговаривали Он как раз Регистрация занимает Он говорил Что проверку Торговой марки Стоит дороже Чем проще Подать документы И заплатить За работу Вот Ну вот Люди нашлись Которые проверяют Это профессионально Быстро Достаточно Качественно Там Торговую марку Проверяют за неделю Можно ускорить Вообще там До двух дней По-моему Они это делают А патент делают До двух недель Ну и соответственно Тоже можно ускорить До нескольких дней То есть Когда срочно надо И вообще За абсолютно Меняемые деньги Вы рискуете Деньгами просто Ну короче Все я думаю Понятно Так Дима Я дополнить хочу Тебя Давай Потому что Помимо влета С нехорошим форвардером Потери грузов Патентами Есть еще одна история Это хазард И Новички далеко Нельзя понимать Что хазард Это может быть Все что угодно Хазард Ну или хазард Евгений Луни Научил следующие Его алгоритмы Мы Видим Товар Ну например Дермароллер Потрясающий товар Все по 50 тысяч долларов Торгуют С отсутствующими Тотками Или Нож какой-нибудь Например Мы Создаем листинг Пытаемся Делать шипмэн Лучше на Двух-трех аккаунтах Ну там Друга Коллеги Какого-нибудь Если Своего нету И Обычно Такие товары Которые Сразу Хазард Политает Треугольник Желтый Вот этого Да Через 5 дней Чек-лист Как бы Не попасть на деньги Да Тоже нормальная вещь Хазмата Но у меня Есть один человек Который из него Вышел Подавал Просто там Это Какие-нибудь Магниты Эти Спирто Спирто Содержащие И так далее Да Действительно По хазмату Беда Но Если Нормально У вас Поставщик Производитель Сдаются Документы И в принципе Часто Более-менее Ничего Но Да Схема нормальная Просто геморройна Немножко Так Идем дальше Но в любом случае Вы можете реально Сделать на своем аккаунте Я не знаю Зачем много аккаунтов Потому что Мы Вот как это обходили У меня Вот этот Товарищ Он делал Вообще На своем аккаунте У него Хазмат Хазмат Он так делал Лейсинги Хитро Что его пропустили В конечном итоге Когда довезли В страну Ему влепили Хазмат В страну По-моему неделю или две Он пыль глотал И кидал эти документы Но Слава Богу Разбанил Но сейчас Опять новая Какая-то Фишка По этим товарам Уже за другую фигню Короче Долбит этим Хазматом Так что Действительно Правильник Хазмат Такая Хазамат Не важно Как называть Так Ладно Детали Делали вы Доставку Через своего поставщика Как Этому Относитесь Замечательно Отношусь Если поставщик Дает равные цены С коррудерами Или пускай Даже чуть-чуть дороже Работает через поставщика Все Все проблемы Он берет на себя Он уже знает С кем работать Как работать Он уже Наверное Отправлял Но в любом случае Деньги За деньги Он отвечает Те деньги Которые вложили Он отвечает Это вот Просто Я не знаю Это замечательная Ситуация Для меня лично Что вы скажете У меня У меня не только Негативный опыт Работать с поставщиками Но мне кажется Что каждый Должен делать Своё дело И спрашивать С доставки Легче С форума Особенно Если можно Приследить Через сообщество Как это было С недавно С другим форумом И с учителем Каким-то Был недавно Мне так кажется Ну понятно Короче У всех свой опыт Вот У всех свой опыт Так что Сейчас посмотрим Комментарии Дениски Он тут нам Пишет Телевизор Заодно смотрит Подсоединиться Не хочет Так Что нам тут Пишет Китайцы Оказывается Брать Очень маленькие Коробки До 10 кг Так Тут какие-то Тексты Правила Сводки Вообще Зверюга Так Это реально Или китайцы Нагревает Азомат Материал Опасный материал Ну да Опасный материал То есть Так оно и есть Ладно Не будем отвлекаться Так Так Значит У нас Идет следующее Патенты Ответили По производителю Ответили Кому как нравится Делать как угодно Мне нравится Никите не нравится То есть Тут уже Проблема одна Об основном Поставщики Все-таки Не дают нормальных цен И за это Мы с ними не работаем Я считаю Если производитель Нормальный Профессионал Своего дела И он меня закрывает Не должны быть проблемы Но это опять Все по ситуации Столько Делать Усиленную Упаковку Партии Более Плотные Короткие Углы НТП Или стандартные От производителей Достаточно Ну это Вот как раз Уже Специалистам Вопрос Так Надо смотреть На качество Картона На внутреннюю Упаковку На то Какой товар Насколько он Хрупкий В некоторых Случах Это имеет Сможно Зависит От товара Обычно По умолчанию Таких действий Не производится И даже Очень популярно Пластиковые стрепы Накладывать На коробки Для укрепления Но здесь проблема В том что Товар Тарифицируется По объемному весу А это часто бывает То есть Пластиковые стрепы Они добавляют Объемный вес Поэтому И в целях Экономии Чисто Это Не делается От товара Зависит В первую очередь Да, наверное От товара От упаковки Переупаковываете Алисея Какое количество Люди Если первый раз С поставщиком Работают Переупаковывая Что нет Ну так себе Упаковки Ну вот Конечно Как вы сказали Каждый должен Выполнять свою работу То есть Товар Правда В идеальной ситуации Чтобы все было удобно Работать Товар Полностью К отправке Должен быть Подготовлен Поставщиком Вплоть до усиления Коробки То есть Вам легче На поставщика Надавить И с точки зрения Расхода Сделать так Чтобы для вас Это ничего не стоило Потому что поставщик Заинтересован Тоже Чтобы товар Нашел Чтобы пусть С ним работает То есть Вся упаковка Желательно Упаковка До упаковки Желательно У поставщика Если Каким-то причинам Соответственно Поставщик Не может Справиться Своей задачей Тогда да Это исправляется На складе Форвардеров То же То же самое Касается И наклейки Всех необходимых Стикеров Как на Сами товары Так и на Транспортной Коробке В идеале Пусть все Делают Пусть все Происходит У поставщика Ваш же Груз Уйдет Быстрее Если Это Не Происходит Так Не Может Исправляем На складе На нашем Грузовом Складе Но Когда Тут Дополнительные Движения Соответственно Возможно Дополнительные Какие-то Сложные Задержки Так По поводу Фирмы Во-первых Она Есть в Таблице Инструментов Как обычно Во-вторых Во-вторых FB Help Точка Су Так Понимаю Да Точка Су Так что Вот В принципе Ссылочка Есть То есть Обращайтесь Кому В таблице Инструментов Есть У нас Нет Никаких Эксклюзивов Так что Выбирайте Я считаю Как Помню Тогда Фаэль сказал Что Делайте Сравнение Я считаю Абсолютно Честно Да То что Бывает Разная Ситуация Бывают Контейнеры Полные Недополненные Там Какие-то Моменты По Месторасположению Проверяющих Лишние Деньги Чтобы не Тратить Так что Выбирайте Какой вам Вариант Больше Нравится У кого-то Есть Собственные Склады У Посредних У кого-то Их Нет Кто-то Делает Отбраковку Кто-то Ее Не Делает То есть Ну Много Много Всяких Моментов Выбирайте Что Реально Вам Нравится Люди На Контакт Идут Мы Как бы Здесь Все Заинтересованы Именно В бизнесе Чтобы Было Всем Максимально Выгодно Так Вопрос К Вы работаете С грузом До 100 Кг Первое Возможно Ли так Чтобы Вы Забрали Груз От Пуставщика А на Вклад Амазона Отправили Этот Груз Двумя Партиями Чтобы Мы Вложить Сумму До 2500 Долларов Груз 100 Кг Уже Вклад Амазона Двумя Отдельными Партиями Да И чтобы Еще В деньгах Это Было До 2500 Долларов Чтобы Стоимость Одной Партии Было До 2500 Долларов Чтобы Избежать От Таможенных Движений Телефонным Золотом Торгуют Или Еще Чем Таким Дорогим Просто И Маленьким Ну Не Золотом Непонятен Смысл Избежать Стоимости Превышения 2500 Чтобы Избежать Таможенных Кошлин Ну Да Естественно Конечно То есть Вы Сможете Разбить Эту Партию Хорошо Мы Видим Партию Повторюсь Мы Видим Партию Наш Операционный Отдел Видит Как Ее Правильно Разбить Если Какие Сложности Мы Советуем С Брокерами В Штатах На Сколько Составляющих Ее Разбить Чтобы Оптимальным Образом Привезти В США Попадет Это Под Таможня Больше Не Попадет Это Наш Вопрос Мы Озвучиваем Стоимость За Килограмм Озвучиваем Общую Стоимость Показываем По какой Формуле Рассчитываем Объемный Вес И Вы Принимаете Решение Работаете Выгодием То есть Также Сравниваете Такие же Предложения Других Форвардеров Главное Когда Вы Смотрите Предложения Других Форвардеров И Имейте Ввиду Что Могут Не Включать В стоимость Так Называем Уплату Таможенных Платежей Если Независимо От того Есть Она Или Нет То есть Чтобы Искусственно Занизить Стоимость За Килограмм Вот Этот Расход Он Иногда Показывается Некоторыми Компаниями Раздельно Потому Что Все Китайские Компании Считают Что Чем Ниже Стоимость За Общая Стоимость Смотрите По какой Формуле Рассчитывается Объемный Вес Выгодный Вес Для Вас Коэффициент 5000 Или 6000 Тоже Свои Правила То есть Если Хотите Сэкономить Деньги И Выводить Транспортную Компанию На чистую Воду Посмотрите Как правильно Рассчитывается Объемный Вес При Определенном Способе Транспортировки Следите За тем Чтобы Транспортной Компании Не Обманывали Ну Заниженную Ставку По прибытии Двуза Вам Просто Прибавляют По пальцам Тебя Расскажется Здесь Уже Можно На PayPal Жаловаться Мне кажется Условие По которым Всем Обязательства По доставке Берет Производитель И Доставляет На слад Amazon DDP Это Что такое ДDP По Инкотернса Когда За полный Цикл Отвечает Производитель То есть У вас Соответственно Если вы С производителя Работаете Через PayPal Или через Trade Insurance Нужно Наверное Что братье Чтобы Это было Обговорено Что Производитель Не только За товар За его Качество Отвечает И количество Но и За саму Доставку До склада Амазона Чтобы Его Обязательства Считались Выполнены Ну Понятно Понятно Но Редко Кто на DDP Работает В основном XWorks Или Фок XWorks Как правило Ну понятно Потому что В любом случае Они тогда Зарядят Такие цены За доставку Что мы Просто не сможем Это все Оплачивать Но Как правило Да Выше Цена Так Следующий вопрос От Виктора Брать Лучший товар Который Популярный И Выигрывать За счет Цены Или Брать Альтернативный Товар Новинку Которого Пока Ни у кого Нет Но Соответственно Риск Принкли Его рынок Ну Это Выбор товара Другая тема Будет Эту тему Будем Об этом Разговор Вести А так Вопрос Такой Риторический Я бы сказал Я бы Денис На Твоем месте Запустил бы Программу Экспресс Десятиминутная Дениса По Брать Новар Или Не брать Потому что Навести Которые Берут Совершение Ключ Это Максимально Странно Пять Пять Семь лайвов В день Я бы вообще Просто Сидел на лайвах Навести И Не так Народ Так Ладно Алифтина Если Отправлять Морем Груз Фордер Сказал Что груз Нужно На Палетах Везти Мне Нужно Еще И За Палеты Платить Если Дешевле Купить От Ставщика Он Тоже Озвучит Свою Цену Попорода Берет Уже С Палетами Короче За Палеты Надо Людям Платить Или Не Надо Палеты Жанин Назад Вернуться Или Что Они С С Делают Так Мы Честно Говоря Отправляем Все Груз Коробку Даже Возникал Сравните Что Вам Предложит Форвардер И Что Вам Предложит Поставщик Посмотрите Есть Необходимость Его Заполечивать Да И К Другим Форвардерам Обратить Самое главное Как Амазон На это Отреагирует Когда Не Получит Груз Заполеченный То есть Что Они Будут С ним Делать Так У Амазона Есть Функция Ты Выставляешь Именно Что Отправляешь Груз На Палетах Выбираешь Small Parcel Delivery Это Маленькими Коробками Либо Груз На Палетах Меньше Чем Груз Завик Там Есть Такое На Палетах Единственное Что Когда Отправляешь На Палетах Там Дополнительно К Наклейкам Которые На Коробке Еще Дополнительно Печатаются Четыре Наклейки На Каждую Палету С Четырех Сторон Клеится Дополнительный Стикер И Все Проблем Нет На Палет На Коробку И На Товар Наклейки Да Там Когда Ты Выбираешь Именно Палеты Лес Трак Меньше Чем Грузовик Опция И Тогда Добавляется Еще Одна Графа Добавляется С наклейками И Получается Формируется Сколько У тебя Палет Одна Палета Соответственно Сформируется Четыре Наклейки Будут Один Один Два Один Четыре Два Получается Клеится С четырех Сторон Палеты Так Написано По крайней Мере Понятно Я так понимаю Это Чтобы Идентифицировать Твою Именно Палету Что Это Именно Твоя И Я так Маю На Спортировку Если Так То Сравни Что Предлагает Транспортная Компания Что Предлагает Производитель Принимать Решение То Полицей Еще Кстати Момент Тут Ребята Спрашивали Нужно Либо Утерять Коробки Не Нужно Я Столкнулся С тем Что У меня Только На этапе Пикапа Коробки Пришли Просто В ужасное Состояние Благо У меня Товар Такой Что Их Сложно Испортить Соответственно Все Нормально Дошло Но У меня Было Именно На этапе Пикапа То есть Форвардер Заказал Все Нормально Мне Форвардер Присылает Фотки Поставщик Отправил Форвардеру Товар И Форвардер Присылает Мне фотки Смотри Какие Коробки Потом Ко мне Что-то претензий Не было В каком Состоянии Коробки Пришли Да Такое Бывает Притом Как Это ни Странно Ничего Странного Собственно Брака Больше При транспортировке Китая Чем При Международной Транспортировке Ну Там Да Никто не Заморачивается И Я Столкнулся Тем Что Я Не знал Что Оказывается Есть Разный Картон Поплотно Транспортный Он Немножко Отличается Чем Просто Когда Для Хранения Более Плотный Петислойный Картон У меня Скорее Там Очень Простые Коробки Упакованы И Кстати Тоже Там Ребята Интересовались По поводу Поставщика Если отправляют Например Насколько Это Типа Удобно Я Каким Образом Когда Выбираю Поставщика Я Когда Выбираю Поставщика Я Просто Пробиваю Его Историю Кто Что Он Насколько Он Сам По себе Надежная Компания Смотрю Есть Ли Его Какие Другие Сайты Где Он Ватсап Вичат Всевозможные Мессенджеры Скайп Учитывая Что Вичат У них Это Как Социальная Сеть То есть Зачастую Они Постят Фотки Из Жизни Своей Детей Каких То Тусовки Какие Вечеринки Выставки Прям С завода Могут Фотки Какие С мероприятий То есть Ты По крайней Мере Можешь Хотя Б Оценить Насколько Это Живой Аккаунт Насколько Ну То есть Что Не кидало На меня Было Выходили Китайцы Случайно Меня находят Вообще Через скайп Я начинаю С ними связаться Общаться Я вижу Что вообще И компании Такой нет И левые Какие-то Аккаунты Дают То есть Я понимаю Что Вот это Явно Какие-то Разводивые То есть Цены Там Дают Как правило Дешевле Может Незначительно Что-то Там Привлечь Внимание Вот То есть С Опять Если У них Есть В особенностях Доставки Именно На FBA То есть Зачастую Они могут Скинуть Конкурента Например Вот Смотри Вот Конкурента Отправляем Вот так Пакуем Прямо Даже Могут Наклейки Его Сфоткать Ну Бывает Сдалека Фоткаешь Чтобы Не видно Было Но Факт Что Ты Уже Видишь Что Он Знает Эти Наклейки FBA Знает Наклейки Какие На товар Клеятся Они Могут Сразу Надо Запаковать То-то То-то Я Начинал Расспрашивать У меня Был вопрос Например Когда В пакет Запаковать Да Знаем Типа Что В пакет Надо Варнинг На пакет Наклеить У нас Такие Пакеты Уже Заготовлены То есть Ты Видишь Что Они Собаку На этом Съели И В принципе Можешь На них Полагаться А Есть Поставщики Которые Как бы Так Ну Вроде Бы Отправляли Может быть Там Один раз За всю Жизнь Какое Было У них В основном Там В Россию Какой-нибудь Шлют Или Там Другие Страны И Никогда Не Слали Ничего С такими Уже Связываться Будет Сложно Потому что Они Могут Накосячить Неправильно Поклеить Как Была Ситуация Человеку Поклеили На кейсы Поклеили Товар От Наклейку От товара Возможно Они Сделали Это Для того Чтобы не перепутать Вариации Может быть Чтобы не перепутать С конкурентом И получилось Что Амазон Обриходовал Эти кейсы Как единицы Товара И Более того Еще благополучно Их продал И человеку Ушло Четыре единицы Товара В каждой По сто штучек Амазон Думал Что это Штука А на самом деле Это был кейс В котором Сто штук И покупатели Получили Вместо единицы Товара По сто штук Из-за того Что китайцы Прогрепили Наклейки И ничего Не вернули Как бы Трое По-моему Покупателей Вернули Там человек Написал им Письмо Что типа Ну уже Прямо От отчаяния Начал писать Что типа Так и сяк Вот мы тут Провели Проследование Что вам Ушло Сто штук Пожалуйста Верните Лишнее 99 Иначе Амазон С вас пишет Полную стоимость За сто штук И трое По-моему Вернули Отписывался Товарный склад Амазон Сейчас с Амазоном Разбирается Во-первых Тут виноват Потому что Амазон При приемке Должен был Взвесить Перемерить товары Если у него Там заявлено По лисингу Единица товара Прямят там Сто грамм А получилось Например Там Десять килограмм То есть Ну уже Как минимум Он должен был Хотя бы Задать вопрос Почему ты заявил Что у тебя Товар сто грамм Весит А реально Весит десять килограмм Или там Размеры Превышают Заявленные Амазон Не провел Вот этот Вот как бы Анализ Опять же Ты при отправке Товара Платишь За Ну вот эти Комиссии ФБА Там За упаковку За взвешивание За Вот эти вот Соответственно Ну перед отправкой Товара Амазон Все эти процедуры Проделывает Взвешивает Упаковывает А получается Он не проделал Соответственно Как бы Тоже это косяк Именно человека Который на Амазоне Как бы Воюдной И китайцы И это Ну вот он сейчас разбирается Ну вроде Трое вернули товары Там вроде как Амазон За тот Который не вернули Вроде бы Как компенсирует Типа как Ну как утерянный Получается Раз накосячил А про минимальные Эти партии Которые там Больше 150 штук Там какой вообще Ограничитель Про 150 штук Смотри Я там сбросил Скрены Да То есть там вообще Как написано По правилам Амазона Есть два вида Упаковки товара Есть Кейспек Юнит Это когда Одинаковые единицы Упакованы в кейсы До 150 штук То есть например Да И в кейсе может быть Не более 150 штук Но если индивидуал пекинг Да То есть не кейс Тогда ты получается Должен все в одну коробку Запихнуть И там можешь Разные вариации Там можешь сколько угодно Главное чтобы просто Коробка не превысила 50 либров Ну 50 фунтов А так в принципе Можешь хоть 200 Хоть 300 штук В эту коробку запихнуть И причем разных товаров Даже Главное чтобы на каждом Был свой ФНС Скилли Тогда получается Амазон просто берет И все их поштучно Сканирует И проверяет И приходит Вот Когда у тебя кейсы Он тебе кейсами приходит Он берет кейс Сканирует Там в кейсе 20 штук Он значит приходит 20 штук Он может даже не пересматривать Вот Поэтому вот в этом разница А мастер картон Там Поимеется в виду Что если у тебя много кейсов Да Маленьких То тебе еще можешь Их промежуточно положить Например Эти кейсы в мастер картон Но вот Нигде не нашли Я вот Сейчас правило Одну выдержку Вторую сбросил Нигде не нашли Какие наклейки клеить Как правильно Именно обозначить Этот мастер картон То есть По сути получается У тебя Кейсы Это вот эти Ты транспортные лейбы Клеишь То есть Тебя например Там 10 кейсов Ты распечатал 10 транспортных наклеек Да Соответственно На каждый кейс Наклеил наклейку И потом Эти все Там 10 кейсов Сложил в одну Большую коробку Там типа Как от телевизора Знаешь Допихнул Соответственно Просто чтобы они Не развалились Ну потому что Они маленькие По отдельности Могут развалиться То есть Ты их свернул вместе В эту большую коробку И про вот эту Большую коробку Вообще нигде не написано Какие должны Наклейки Амазон Поначалу мне сказал Что надо клеить Туда транспортную наклейку Я им говорю Что ну Как транспортную Так Они же индивидуальные Как индивидуальные Они думали Потом говорят Наклейте все 10 Наклеек На эту транспортную коробку Сразу Типа что у вас там 10 По итогу Короче Сколько я связал Несколько 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 связался И короче По итогу Сказали что Я так понял Лучший вариант Вообще ничего Не писать А просто может быть Текстом каким-то Наклеить Что внутри Там Ну откройте вот эту Окей Откройте коробку И внутри там Типа вот эти вот Транспортные коробки Соответственно Амазон Когда видит Ничего нету Ну Каких-то таких Именно штрих-кодов На коробке Он берет Открывает Получается Эту коробку Добирается До транспортных коробок Понимает Что вот это И транспортные коробки Потому что Он их сканирует И дальше Их скрывает И видит Что там единицы товара С ФНСК Именно таким Таким образом А самое важное Вопрос Что клеить Для перевозчика То есть Сам перевозчик Какие-то еще наклейки Клеит еще Именно когда отправляет Помимо Амазоновских Где будет адрес указан Там Или откуда отправлен Что за товар Если мы не бросим Об этом дополнительно Для перестраховки Какой-то Например Некоторые Бросит Едвое Еще вставить В бок Почему-то Некоторые считают Что Амазон Быстрее нагруз принимает Особенно Если это Бренд Зарегистрированный Клиентский А если Не бросим Дополнительно То ничего Никакой маркировки Дополнительно На коробке Ну вот значит Такой вариант Что отправлять Просто Текст какой-нибудь Попросить Китайцев распечатать Что там Просьба открыть Вот коробку Там Ну главное Коротко И чтобы было И понятно Для Обслуживающего персонала На Амазоне Что ее нужно открыть И там посмотреть Поискать Ну в любом случае Как я понял Если Там есть правило Такое У работников На складе Амазона Если она там В течение Скоро-каких-то секунд Не может Идентифицировать Содержимое коробки Он ее передает В какой-то там Отдел Где Они разбираются Что это Ну то есть Грубо говоря В сторону отставляет Не на конвейер А в сторону отставляет И разбирается Более подробно Что же там В этой коробке Соответственно Он ее вскрывает Смотрит Тогда у него Пазл сходится То есть там Грубо говоря Десять коробок И было заявлено Что придет Десять коробок Таким образом А по приемке товара Столкнулся с тем Что вообще Ничто не влияет На приемку товара Просто Человеческий фактор Могут принять За один день Что сразу Могут принимать Неделю Почему об этом Разговоровщик пошел Потому что Доставка Одной большой коробки Намного дешевле Чем много маленьких Из-за этого Столько мы разговора И ведем Ну и вот я еще Я там писал Не знаю Денис Ты задавал вопрос Или нет Я столкнулся Спрашивал Некоторые говорят Что китайцы Не хотят брать Если очень маленькие коробки Если например Коробка меньше Десяти килограмм Ну вот индивидуальная Например у тебя Десять коробок Каждая по три килограмма К примеру Что ты слышал Такое Теряется наверное Ну наверное Потому что Очень маленькая Там в машине Она может упасть Там вывалиться Ну да И не заметить Знаешь Она там Среди других Затусуется Весь вопрос Опять же Не хотят брать Транспортные компании Маленькие коробки Реально я понимаю Да Да Именно Они говорят Объединяйте их Маленькие коробки В одну большую Запихивайте Чтобы Именно оно Они были габаритные Ну Здесь опять же Вопрос В том Сколько зарабатывает Транспортная компания На перевозке Если вы Начинающий Продавец Вы задаете Много вопросов И Менеджер Тратит много времени А коробка Маленькая Да Вы понимаете Что как бы Транспортная компания С этого Нет Вопрос Вопрос не в этом Вопрос Вопрос не в этом Общий груз Может быть большой Например Там 100 килограмм К примеру Но из-за того Что товар мелкий К примеру То Например Учитывая Что 150 штук Ограничения То например 150 штук Это может быть Коробка Там 5 килограмм Я об этом Говорю Понимаешь Например Флешки Какие не будет И соответственно Если я Запакую Например В большую коробку Амазон Может не принять Потому что Ну типа 150 штук В кейсе Должно быть Если я запакую Там например 200 штук Сразу То Амазон Не примет Соответственно Мне приходится Паковать в маленькие Коробки А китайцы говорят Мы такие маленькие Не принимаем То есть Это эти маленькие Запихиваю Еще потом В большую коробку Ну так называемый Мастер картон И потом отправляем Вот именно С этим С этим Мы столкнулись То есть Это не то Что вообще Общий груз Маленький А именно Просто сам Сам товар мелкий И нет возможности В одну коробку Запихнуть Сразу 500 штук Например Ну Если их отправлять Экспрессом Эти маленькие Коробки То Я не думаю Что там Вероятность Брака Сильно увеличивается Потому что Сразу Здесь Груз Проводит Минимальное Время И Соответственно 99% Что Все будет Хорошо Несмотря на Распорт Писки уже Доходят Экспресс И что А В заголовку Такой вопрос А правда То что Будет Подешевле Или нет Никакой Корреляции Еще раз Никит Ну То есть У нас есть Хоть Ставан Очень Маленький И мы Отравляем Мастер Коробку Где 1500 Штук Или Здесь Маленьких Есть Какая Травится По Цене Если У вас Дестинейшн Один Объемный Вес Суммарный Маленьких Там И физический Вес Суммарный Маленький Не превышает Объемного И физического Одной Большой То Разницы Никакой Несу Понятно И Я так понимаю Вот тоже Момент такой Когда Например У нас Три Пункта Отгрузки К примеру Да И мы Грубо говоря Отправляем То Ну Например У нас Есть Там 500 Килограмм Веса Мы Его Отправили И Амазон Разбил Например 200 200 И 100 То есть Соответственно Это не значит Что За нас Будут брать За три Пункта Отгрузки Это То же Самое Что Если Мы По Отдельности Отправили Три Шипмента 200 Килограмм Ставка 200 Килограмм Ставка И 100 Килограмм Ставка Правильно То есть Просто За то Что Три Пункта Будет Что-то Еще Дополнительно Браться Или Только Отвес Конечно Если У вас Три Не Три Пункта Отгрузки А Три Пункта Доставки Правильно Три Три Пункта Доставки Да Три Разных Складок Соответственно Тут Два Вряд Если Каждая Из Этих Отправок Идет Экспрессом Они Идут Независимо Друг от Друга Они Могут Пойти Вообще Через Разные Города Мира Полететь По Разным Маршрутам Это Будет Тарифицироваться Три Отдельные Отправки Стоит По 200 Килограмм Есть Другой Вариант Если Такой Груз Бронируется Авиакарби Или Авиафрад То есть Все Это Консолидировано Сначала Идет В Америку Все Три Там Уже Их Как бы Будет Вставание Уже Следуют Разные Маршруты Чем Ближе К штатам Они Происходит Это Разделение На Три Отправки Тем Дешевле Для Вас В любом Случай Если У вас Придестинейшн Логистика По Всем Канонам Логистики Будет Дороже Это Понятно Тут Функция На Амазоне Есть Такая Функция На Амазоне Объединение Доставок На Один Склад Но Она Стоит Дерри То есть Если Например Для Маленьких Товаров Это По Моему 30 Центов За Штуку Или Сколько Берется Я Уже Не Вспомню 30 Центов За Штуку Берется Ну Там Для Стандартных Товаров То есть Например Ты Ты Штук Отправляешь То У Комиссия За То Что Ты Отправил На Один Склад А Если Ты Отправляешь Товар Оверсайз Оверсайз Это В принципе Больше Обувной Коробки Товар Амзонский Какие Нибудь Например То Там Уже Будет Комиссия Доллар 30 За Штуку Соответственно Если Ты Отправишь Например Тысячу Штук На Один Склад И Потом Сам Амазон Развез По Складам То Три Склада То 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 Финальный Мир У вас Сокращается По Транзит Я Заметил Что Если Отправляешь На Три Склада То Приходуется Быстрее Если Отправляешь Так Как Разослал Амазон Потому Что Если Ты Отправляешь На Один Склад Объединяешь Амазон Отправляет На Склад В Далласе Как Правило А он Такой Промежуточный То Оттуда Как Правило Продажи Не Идут То После У Штатов Больше Продаж Соответственно У Тебя Еще Потом Время Как Занимает Развозка То Те Теряешь Еще Там Грубо Более Неделю Какую На Приходовании Товара То Преимущества Я Реально Не Видел Это Совсем Только С Мелкими Товарами Нет Понятно Если Доставка Заявлена Два Дня У Амазона На Следующий День Доставка То Он Хоть Откуда Угодно Хоть В Аляске Повезет Тебе Хоть В Аляске Повезет Грубо говоря Все равно Будет Два Дня Это Уже Его Проблема Как Он Будет Это Делать Единственное Тут Может Быть Момент Ребята Говорили Но Я Не Уверен На Сто Процентов Может Быть Он Как Ограничивает Показы Для Тех Пользователей Например По IP Вашингтоне Покупатель Склад В Калифорнии Соответственно Вероятность Того Что Калифорнийцам Будет Больше Показов Твоего Товара Вот Это Вроде Говорят На Уровне На Программу То Когда Вашингтонцы Заходят Ищут Товар Говорят Что Твой товар Покажет Если Он Только На Складе В Калифорнии Меньше Но Это Проверенная Информация Есть Такие Слухи Пока Так Че Вопросы Почитаем Вы Скажите Пожалуйста Подробно Для Новичка Какие Документы С результаты Я должен Предоставить С форвардера Ну Понимаете Для Перевозки Моего Груза Из Китая На Амазон Такая Стандартная Достаточно Ситуация Вот Что Дает Что Мы Можем Делать Что Вы Нам Можете Чем Помочь Основной Товароспроводительный Документ Дает Производитель Это Инвойс Упаковочный Лист Соответственно Когда Вы Оформляете Запрос В нашей Системе Вы указываете Всю информацию По грузу Если у нас Есть Какие-то Сомнения Что Требуется Дополнительная Документация Для Раскомаживания Для Воза В Америку В любую Другую Страну Мы Запрашиваем Ваши Фотографии Советуемся С принимающей С другой Стороной Что требуется Сертификаты И так далее Но Опять же Мы Берем На себя Только Доставку И только Раскомажку Мы можем Прокомментировать Необходимость Предоставления Документации Именно Для этих Целей Для целей Продажи На Амазоне Какие Нужны Сертификаты Тоже Вам Нужно С Амазона Выяснять Потому что Мы отвечаем За Сам Склад Тут Я могу Подсказать Через Хелп Амазона Я Уже Простудировал Это Прямо В Хелпе В Сервилл Центре Вбиваешь Преп Пакаджин Амазон И Соответственно Преп Пакаджин Рекваримент Соответственно Там Полный Список Подробники С Видеоинструкциями Как В какой Категории Там Есть Несколько Категорий Товаров Там Штук 8 Или 9 Категорий Товаров И По каждой Отдельно Рассказывается Как Должно Что Упаковываться Ну Я Вкратце Расскажу Что Например Есть Товары Которые Содержат Текстиль Ткань Или Которые Могут Испачкаться Порваться Они Обязательно Должны Идти в пакет Полиэтиленовый Если Пакет Полиэтиленовый Больше Пяти Дюймов Отверстия Через Которые Вставляется Товар Соответственно На пакете Должно Быть Предупреждение О том Что Этот пакет Не игрушка Его Не давать Детям Возможно Опасность Удушения На английском Там Есть Прям Пример Этого Варминга Часто Вопрос Очень часто Сталкиваемся Во время Инспекции С такими Пакетами И всегда Пытаемся Предупредить Что должны Быть Такие Надписи Однако Многие Идут на то Что Поставляют Товар На Амазон С большими Пакетами И без Этих Надписей То есть Мы В общем Тоже Не можем Понять На сколько Это Амазон Тоже Не всегда Проверяет Я скажу Так Что Амазон Это Махина Большая Там Тоже Работают Люди И Ленин Лишний раз Перепроверяет Продается Продается Товар Не важно Но И у него Прокатывает Это Не значит Что У всех Будет Прокатывать Рано Или поздно Один из Ста Один из Тридцати На второй Случай Костется Вас И будет Неприятно Если Амазон Возьмет И развернет Вам Товар Во-первых Ну Минимально Это Вливается В дополнительные Комиссии То есть Ну Например В частности С пакетом Это Ерунда То есть У Амазона Есть Такой Пункт Unplanet Фей То есть Наклеить Фэнэскью Амазон За тебя Поклеит 20 центов Это будет стоить Забыл ты В пакет Засунуть Амазон За тебя Засунет В пакет С надписью Возьмет За тебя 30 центов За каждую Единицу Опять же Если ты Второй шип Отправляешь Опять Накосячил Амазон Увеличивает Уже В два раза Тариф То есть Если ты Второй раз Накосячил Он За тебя За второй раз Берет По двойному Тарифу И За каждую Твою Кошницу В принципе Может Исправить Твои Косяки И За это Просто Возьмет Вся Деньги Иногда Вот эти Фи Они потом Выливаются В то Что Человеку Не остается Вообще Никакой Маржи Потом Что касается Пакета Пакет Например Тоже Из требования Амазона Он не должен Превышать Три дюйма Более чем На три дюйма Товар То есть Ну Нужно быть Приблизительно Такого же Размера Как товар Грубо говоря Соответственно Если он превышает Он должен быть Подогнан И подклеен Ну Как типа Если видели Там одежду Как упаковывают То есть Засовывают Большой пакет А потом Он перегибается И там Такая липучка Шлеп Приклеивается Вот Потом Определенной Толщиной Должен быть Пакет Китайцы Которые уже Опытные Ну то есть Он должен быть В рубуре Не рваться То есть Достаточно плотный Как обычный Магазинный Продуктовый пакет Он не должен Рваться Потом Там Товары для взрослых Там должны быть В непрозрачных Пакетах Если товар Хрупкий Там Стекло Какое-нибудь Он должен быть В пузырчатую пленку Упакован Не бьющийся Если товар Острый Острые части Должны быть Тоже закрыты Чтобы Ну там Ты отправляешь Например Ножницы Понятно Что ты не можешь Просто в пакетики Отправить То есть Либо коробка Какая-то Должна быть Либо чехол Какой-то защитный То есть Должны быть Скрыты Вот эти Режущие Части Вот Потом Если ты отправляешь Набор Сет Товаров Сразу Три Мыла К примеру Решил продавать Наборами То ты должен Упаковать В Как Термоусадку И Написать Что На этой термоусадке Наклейку наклеить Что Это сет Пять штук Например Не разделять То есть Этот товар Продается сетом Чтоб на Амазоне Не распилили его На пять штучек И не пытались Продать Пять штучек Отдельно Потому что Если человек Заказывает У него сет Из пяти штук Соответственно Ему должно Пойти пять штук Вот это вот Все прописано Prep and Packaging Фи Ой Prep and Packaging Requirements Ну Требование По подготовке И упаковке Товара Вот Соответственно Там подробно Прямо с видеоинструкциями Красиво разрисовано Куда ФМСКю Клеить Как Наклейки Клеить правильно То есть наклейки Должны быть наклеены Не на углах Не на стыках Не на гнущихся Всяких поверхностях А на ровных Флоских Чтобы хорошо сканировались Чтобы хорошо читались Опять же Если вы Запихнули в пакет Соответственно Либо наклейку Клейте на пакет сверху Либо Убедитесь в том Что наклейка Будет читаться Через пакет Если например У вас Там термоусадка Какая-нибудь сделана К примеру Соответственно Убедитесь в том Что наклейка Хорошо читается Потому что Если не будет читаться Амазон сам Поклеит наклейки Ну и Потом не удивляйтесь Что вам лишних Там 200 баксов За 1000 штук Выставили Комиссионных То есть Вот есть Не лениться читать Инструкции Там в Амазоне Все четко прописано Почему Достаточно доступно С видео С инструкциями Вот Есть еще такое Понятие Как Амазон Селлерс Университет Вот То есть Амазон Селлерс Университи Там Для новичков Прям вот По пунктикам От этапа Создания лисинга До этапа Там продаж Или настройки рекламы Все подробненько С видеоинструкциями Есть На английском Правда Но Не сложно Разобраться Там Можно посмотреть И лишний раз Просто убедиться В том Что ты все Делаешь правильно Требования Меняются Постоянно Тарифы меняются Тарифы захоронения Разные Разные товары Разные тарифы захоронения В зависимости от того Какой это стандарт Опять же По упаковке Обращайте внимание Вот эти Когда вы просчитываете ФБФИ Это Комиссия За то что Амазон Собирает товар Готовит его К отправке Иногда Один миллиметр Два миллиметра Может Увеличить Ваши комиссии На 60 на 70 центов На тысячу штук Это 600 долларов Это приличные деньги Иногда Можно сэкономить На упаковке Все понятно Все непросто Правил Правил реально много На самом деле Все просто Мы же не запускаем Сразу 50 товаров Один товар Если ты В нем Начинаешь разбираться Не сложно Прочитать требования Которые к этому товару Предъявляются Опять же Понятно Если товар Хоть как-то Может быть опасен Аэрозоли Сокучие Какие-то материалы Жидкости Ну как минимум Новичку Стоит таких товаров Поначалу Опасаться Пока он не разберется С всеми тонкостями Хотя бы он отправил Какой-то простенький товар Понял Как это все работает Как-то отправляется Понял Где это читать Потом уже можно Вникать в эти тонкости И нюансы И уже пытаться С ними разобраться У меня тогда вопрос Такой В плане этого Как вызывать Какие Опыт По сложным товарам Есть То есть Вот сыпучий Меня беспокоит Мази Крема Лосьоны Дезодоранты Сыпучий Это такие Всякие Порошки Там Я не знаю Ну вот Бады Лекарственные Заживляющие Мази Ну то есть Вот в таком Контексте Что-нибудь Можете По опыту Рассказать Интересно Не могу Вопрос Некому Задавать Уже Кто-нибудь Есть Алло Есть кто-нибудь На связи Еще Вот По поводу Китая Говорю По поводу Сложных Этих товаров Что-нибудь Можете Рассказать Интересное Рассказать Интересное Ничего Не смогу Потому что Боюсь Дезинформирование То есть Есть ли Какие-то Запросы На конкретные Товары Есть Рассказать Информацию Именно Для Ввода В страну И для Раскомата Ну На другое На Амазоне Насколько я знаю Они вообще Толком Ничего Не спрашивают Спрашивают Если возникают Какие-то Проблемы Основная Масса Этим Пользуются А многие Вообще Через Мерш Торгуют А вообще Ничего Не спрашивают Если они Через Ивбей Так У нас Здесь Надо Люди Написали Важно Что есть Строгое Ограничение На Размеры Палет Нельзя Это Это Забывать Ну Это Говорю Это Все Касается К Правилам Которые Постоянно Меняются И Это Из Той Серии Когда Мы 30% Эти Предоплату Делаем Вплоть до Определить Со Сложностью Товара Хазматом Всеми Сыпучими Жидкими Веществами Отправляем Соответственно Предполагаем Нашему Логисту Все это Просчитываем Только После Этого Проверяем Патенты Торговые Марки Конкуренцию Все Остальное И После Этого Только Платим Свои 30% Денис Я Попробую Чего-то Вопрос Есть Давай Я Хочу Напечатать Код На Коробке Коробку Затем Термоусадку Вот можно Нельзя Ну а почему Нельзя Просто как Проверять будешь Вот и все Опять без проверки Будешь отправлять Можно Термоусадка Вот эта Про то Что там С метра Ронять Чтобы не падало Я с кучей людей Разговаривал Никто в термоусадку Ничего не Не усаживает Вот Я не знаю Как проверять товар Я Честно могу тебе сказать Я Если он меня Спросит Например На что я поставлю На термоусадку Что у меня там Будет бронебойная Или на то Чтобы я мог Проверить товар Я поставлю на то Чтобы я То есть упаковку Буду делать Продумывать такую Которая будет Максимально удобна Для проверки товара И мне нужна Отбраковка То есть Мне не нужен Отчет Который даст Там 20% Там проверки Я не знаю Да Проверенного поставщика Да Понимая Кто будет исполнять Понимая Отбраковкой Заниматься не хочет Трудоемкая работа Которой заниматься Видимо Ну Со многими Общался Здесь понимаете Здесь мы в таком случае Если требуется Отбраковка Мы присылаем Своего человека На завод И заставляем Китайцев Ну может быть Я говорю То есть просто На старте Я не рассматриваю Других просто Вариант Просто Ну чтобы понять Во-первых И китайцев Напрячь Я понимаю Что мы даже можем Все эти нюансы найти И китайцы Гривы махнут И скажут Да Мы готовы Исправить И ничего не исправят Вот как с этим Например бороться Как у вас вообще Это происходит Потому что У меня такие ситуации Были Интересны У нас Один вариант В наш инспектор На фабрике Есть вид То что Все будет Право Если какие Староптивы Терять не готовят Не Они не Староптивы Они вот Мы Приехал Инспектор Все проверил Сказал 10 Там 8 Процентов Брака Пожалуйста Исправьте Уберите Вот там Или сами Вы же Когда делаете Инспекцию Вы же говорите 8 процентов По идее Китайцы Должны Все перепроверять Сами Правильно Если у них Есть проверенных Там Я не знаю 10 То есть Вот как Вот их заставить То есть Вот этот момент Что У нас Большинство Случаев Удают Удают Все Недочеты В день Удают То есть Не удается Уже Смотрим На то Как идет Запоставщик Мы Вступаем Переговоры И Без Вариантов Иногда Правильно Повторные Инспекции При этом Говорим Что Вы Ребята Косячили Вы Платите Понятно Вы Оплачиваете Это нормально Иногда Есть основания Подпогать Что Пуставщик Справится Мы Запугиваем Платформирование Инспекции Для того Чтобы Это было Правдоподобно Вы Со своей стороны Инспекции Покупает Запугивает Их Оплату Инспекции Но Инспекции Не проводят Потому Все понятно Ну я понял То есть Нормально Так Переписывается С Денисом Что там Сканер Что обчитал Никаких проблем По термоусадке Не будет Потому Что Термоусадка Вообще Очень плотно Когда Обжимает У меня Я товар Отправляю Даже У меня Короткая Там Напечатано Уже Изначально И потом Это Все Дело Записывается В обычный Пакет Чтобы не Спачкалось Обычный Пакет Да Да Все правильно Ну и Логично И коробка Не окорябалась Если коробка Подарочная Единственный Такой вопрос Где Эту Функцию Не неси С какой Сторон Желательно Так Чтобы Это было С большей Стороны Например Если коробка У тебя Неравномерная Более Широкая Потому Что Понятно Что там Пакет Будет Ровнее Лежат Лежат Можем В любом Случа Коробку Пакет Покрутит Так Или Иначе Все Все Пакет Нормально Сканируется Он Призмет Это Будет Нормально Сканироваться Но Я Прежде Китайцы Попросил У них У всех Есть Камеры То есть Он Прямо Взял Мне Пакет Сунул Ты Сканируешь Все Отлично Я С родной Отправляю Я Уже Много Раз Отправлялся Если Есть Возможность Китайцы Просто Более По размеру Пакеты Должны Подбирать Чтоб Не совсем Они Большие Более Понятно Если Товар Дешний А Пакет У тебя 50 Сантиметров Понятно Что Будет Много Свободного Места Будет Болтаться Дверх Такие На Амазоне Нельзя Пакет Не Может Превышать По Правилам Пакет Нужно Подогнуть И Скотчем Подклеить Например Либо Пакет Уже Самоклейка Я Не знаю Вот Мы Сейчас Об этом Говорим Мне Например Недавно Я С Найка Заказываю С Американского Приходит Обувь В Обычной Картонной Коробке Никаких Блин Термоусадок Никаких Полиэтиленов Никаких Пакетов Никаких Вот этих Скотчей Наклеек Чтоб Ничего Не Открылось Не Я Просто К пример Говорю Не Надо Загоняться Обувь Обувь Бумаги Но Не Это нормально Барахло Барахло Например Вот там Вещи Все пакеты Полиэтиленов Не Знаю Подарочная Подарочная Коробка Назвается СФП Ну Я имею Обычную Коробка Картонная Переработка Сейчас Модно На Амазоне СФП Коробка Короче Которая Легко Открывается И Кто-то Сфинбол Заказывал Амазонов Читал Сфинбол Там Получается Коробочка Коротонная Серая Она Из Переработанного Коротона И Она Открывается так, то есть там нет каких-либо таких вот болчиков, венчиков, которые, знаешь, такие игрушки, например, заматывают, там что-то где-то проволочками, которые накроют. Там просто такой язычок, сверлечок, как вот на коробке Смитерса, на который ты тянешь, открывается такая полосочка, и все, и коробка, получается открыто. Если не подозревать, раскрывается. То есть это называется типа коробка, которая быстро, легко там, без напряга открывается. Вот это очень модная штука, с этим сразу личный свой недоступен для других продавцов. То есть тысяча таких преференций, и свой товар лучше показывают, гарантируют, это все, не вот теперь открыть. Но это нужно пройти отрывным вот этим вот, по Амазону. То есть, что у тебя это все-таки коробка. То есть ты должен превысать там сертижи, превысать там коробку, образить там форму, заполнить определенную. И, естественно, он тебе значок ставит, что у тебя FFP-коробка. Лучше тебе показывают, ранжируют. Но это типа как бонус. И ты более дорого можешь свой товар продавать. Чисто из-за этой вот легко открываемой коробки. Сегодня крутая, завтра нет. У нас сейчас все меняется. Я говорю, если амазоновский товар фирмами что-нибудь доказывал, именно то, что они под своим брендом продают, вот обратите внимание, они вот такие коробки пакуются. То есть из вторсырья как бы написано. Денис, я недавно с Валентином советовал. Валентин сказал, что лучшие коробки напрямую от поставщиков от заводов. Вот что ты думаешь, Алексей думает. В смысле от поставщиков от завода? Ну то есть как бы есть у нас какие-нибудь штуки. Эти штуки упакует наш поставщик напрямую от поставщика завода. Ну специальный поставщик, который делает коробку. Конечно, однозначно. Я например сейчас вот показываю, например, я нашел производителя коробок. Ну их много очень в Китае. Реально крутят всякие, которые любые. Во-первых, у того, кто занимается упаковкой, он тебе вариант это должен как минимум. У них, как правило, есть дизайнеры свои. Дизайнеры, которые могут под дизайн коробки, так и именно под конструктив. То есть не графический дизайн, а именно саму конструкцию. Как она будет открываться, что там куда будет складываться. То есть, конечно, это удобно. И у них там возможности. Если, например, сам поставщик, он, как правило, самый дешевый вариант использует. Ну либо премиальную какую-то разработать, но ты не будешь ничем не отличаться от кого. Либо совсем какую-нибудь дешевенькую, простенькую, там самую-самую простую. А у этого ты можешь какую-то классную, эксклюзивную разработать. То есть там подарочную, какой-то вариант. Это не загон, это действительно коробка. Это не загон. И вот я реально сейчас сделаю коробку уровня айфона, например. Она у меня обходится где-то в доллар. При том, что я заказываю малую партию. 500 штук всего лишь коробок. Понятно, что если ты заказываешь... Ну, у нормального посвечка коробки от 1000, от 2000. Это считается уже нормальной партией, если ты заказываешь коробку индивидуальную, от себя. 500 штук – это считается маленькая партия. Например, вот если 200 штук закажешь, то тебе цену выставят такую же, как за 500 штук. Потому что там основное – это вот эти вот... Третья форма. Болды, да, да. Болды, которые они режут, которые там, например, пробивают что-то. Это денег стоит. Соответственно, они хотят это отбить, поэтому это вновь не заказывается. Если ты 2000 заказываешь, там у тебя коробка может быть хорошая, качественная, классная коробка, ну, по нашим меркам, она будет стоить там 50-60 центов, ну, доллар там. То есть как бы... А ты за счет этой коробки можешь товар продать там на 10 долларов дороже. Ну, я считаю, это все зависит на разных стадиях. На старте можно спокойно брать со производителя. В будущем, потому что это не вариант. А потом ты уже развиваешься, ты в любом случае высматриваешь, какие варианты, куда тебе двигаться, оптимизировать, оптимизировать, кастомизировать. Денис, можно по нише видеть. Например, если ты видишь, что в нише продается товар в подарочной упаковке, например, и без упаковки. Подарочный, например, продается за 30 долларов, да? А без подарочной упаковки продается за 10 долларов. Блин, ни разу такой ниш не видел, честно могу сказать. И тот, и тот, например, продаются хорошо. Вообще ни разу не видел. Вот именно что... Денис, например, там 10 на 10, например, продавцов без упаковки или с какой упаковкой, например, 5 или 3 там продавца с подарочной, и все хорошо продают, но только эти продают по 30 баксов, а те, которые плохую покупку, продают по 10 баксов. Скинь мне потом ниши, скинь мне хоть одну посмотреть. Ни разу в жизни не видел нишу, которая влияет на коробку вообще. Ну, может быть, там... Опять же, это зависит еще от товара. Это зависит от товара. Понимаешь, если товар этот можно подарить, или это аксессуар какой-то, то там коробка влияет. Если этот товар чисто для себя использовать, например, и ты его вряд ли подаришь или на подарок. Понятно, что там, если ты болт какой-нибудь заказал для машины, от того, что он в подарочной коробке придет... Ну, надо смотреть. Я говорю, я ни разу ниши такой не видел, где... Есть разница. От того, что он придет в премиум коробке, в деревянной коробке, ну, вряд ли, если кто-то бенки, может, заказал рычаг, то, может быть, он, да, в деревянной коробке придет. Года крутой. Не, ну, понятно, что есть товары, которые повседневного спроса. Нож для пиццы, например, да? Утилитарное. Если ты его просто в пакете полетишься, и в каком-то в боксике, ну, не знаю, спорный вопрос. Если он еще красивый, там будет классной ручкой, то вполне может быть, что лучше будет продаваться. Не знаю, не знаю. Коробку, если мы хотя бы продаем там две тысячи пять тысяч юнита в месяц, нужно за каждую отдельную коробку. Ну, можно заморачивать, да. И у него будет качество выше. У него, как минимум, вариантов будет больше. У него производственные мощности выше. Вот. И на самом деле, коробку очень классно. Я вот как-то мертвых пучка нашел, который день мне не отвечает какой-то, да. Связывается. Она мне вечером выходит в связи, а потом в связи, она должна быть в связи. Брасывает мне фотки, она в Лос-Легасе, на выход. По брендам, которые они работают, они с 80-ми брендами работают. Уровень хороший. Я понимаю, что новые товары будут планы. А ты специально подградал, чтобы они по одной празднике? Или вообще не заправил? Да, недалеко брал. На самом деле, у меня там 4 или 5 я выбрал, которые такие непосредние понравились, по ценам, по-то, что. С инженей? Да, я стараюсь бить в инжене. Там обычно отсюда отправка. Главное, чтобы геморрой не хапнуть в 2 раза больше. Чтобы еще и... Геморрой, чтобы какие-то обновления. Ну, по-любому, я и говорю. На самом деле, с упаковки, у меня вообще никакой проблемы нет. У меня была ситуация, я поменял пускайсяка. А ты еще упаковку проверять будешь ездить? Мне, наверное, была ситуация. Я поменял пускайсяка, и, соответственно, у меня зависла упаковка. У меня там тысячи было упаковки. Мне было жалко, знаешь, чтобы упаковка с берега. Она была у первого пускайсяка. И я причем пришел вопрос. Я доставил эту упаковку со второго пускайсяка. То есть, хотя они конкуренты приняли. И все проблемы, все нормально, и с тем пускайсяком отлично расстались, когда я в этой инжене сдастся. Она мне новые товары сейчас сбрасывает. Интересно, если я, возможно, мне все устраивало. Мне не все равно, что на тот момент были проблемы с пускайсами. То есть, они все это перекиты, просто не производители. Хотя сервис не в классном. Ну, не подлечела цена. Вариаций нуждок мне не было. Естественно, мне приходится с ним и ртать. Но я все обожаю. И нормальный рталь. Сейчас новый товар планируем. Такой вопрос. Вот, например, ты ли не занимаешься блокнотами? Ну, не важно, короче, какой-то айтем. И тебе поставщик говорит, 2 доллара так, и 2 доллара 20 с коробочкой. Ну, типа, по кругу-то дороже чуть выходит, одноплановый или нет? Не понял. Ну, не важно. Так ты смотри, сколько ты можешь заработать. Я говорю, я всегда оцениваю, в Миша, конкуренты аналогичные продукты, если продают более дорого, например, и, ну, опять же, если ты, например, есть там супер-гренд, который, да, например, который продает там за 50 баксов, не потому, что у него там коробка классная, а потому, ну, реально, продукт отличается, и бренд уже, да, раскрученный, и у него там куча отзывов. А если ты видишь, что есть куча новичков, но кто-то продает хорошие, добротные коробки, там, с хорошим дизайном, там, заморочивался, например, какие-то доработки сделал продукты, и за счет этого только продает больше, продукт дороже, а продукт ничем не лучше, в принципе. И есть продавцы, которые продают супер-дешево, но потому, что у них коробки нет, и тогда есть смысл может быть заморочиваться. А если ты видишь, что эта коробка в ничем не сильно помогает, ну, тогда либо отправлять как все, либо вообще не заморочиваться. Да. вот эта коробка... Ну, это в будущем, в будущем возможность оптимизировать товар. Вот и все. Китайский, да, вот, в один салоне, китайский телефон. Да, понятно, что электридно писают конкуренты айфона. Но если он будет отправлять там совсем в дипломе коробки, то, если у них китайские телефоны, есть куча всяких разных непонятных брендов, но нейм, да, и они приходят в такой цветастой коробке, я помню, у нас серые зилеры продавали так, они привозили телефон в коробок, потом заказывали просто где-то одинаковые коробки, и эти коробки по-разному не подходили там, что-то вниз, откуда ложатся телефон. Там не было и выбито в коробки не было зарядки, ничего. То есть, там вяжут коробочки вся этого разная ерунда, и там вяжут телефончик. Понятно, что у тебя смажется впечатление продукта. А если ты вот возьми с Аланой, да, он китайский телефон, за счет все они восхитили. У них очень качественный подход, у них классный дизайн, у них все подогнано, коробочка классная. Скопирована с этого, но она сделана очень качественно. И за счет этого из всех китайских брендов они выделяются. Телец там имеется, например, или там Huawei, например. Не потому, что они такие левые, потому что они деталям выделяют внимание. Но понятно, что если ты только-только товар запустил, складывается дополнительно, ты можешь прогореть с таким товаром на 3000 долларов и дополнительно скинуть 100 долларов на упаковку, а этот товар вообще может ценить и не пойти из коробки и без коробки. Понятно, что ты просто теряешь дополнительные вот эти деньги которые затратили на коробку. Опять же, надо дизайн заморочить и заплатить дизайнер там полтинник, например, там за коробку, формат. да, Тут еще может быть заморочить, не в первом раза получится. Я на Fiverr двух дизайнеров заказал, причем казалось на пальцах расписывал. Я в иллюстраторе все ключи бы сам бы не сработать, но сам бы сделал. Один, короче, 50 баксов взял, и хера. Я отозвал, вернулся. Второй тоже нифига не сделал, тоже вернулся. Потом по итогу я считаю что красные коробки не взяли. А может у вас дизайнер есть? Проблемки. Это будет стоить 500 долларов, но если он будет заказывать коробку, это просто почти обычный. Для тех, кто заказывает, работает дизайнером бесплатно. Без проблем, все я им сбросил, они мне за день сделали, все мои пожелания учли, то, что я им на пальцах рисовал, сделали, как я попросил. без проблем, быстро, профессионально. Так, по разному... Да, и с коробками с этим. Но еще говорю, не надо грузить людей в плане того, что на начальном этапе не берите вот эти вот загоны, берите, заказывайте все у одного поставщика, потому что можно хапнуть геморроя. Вот это... Опыта нету. Если ты в товар попал, то ты продашь его как все, без коробки, без логотипа, без ничего, он все нормально пойдет. Ну, я из-за этого говорю, что просто чем больше у вас будет посредников, чем больше всяких вот этих вот лишних точек закупки, будет больше всякого геморроя. Из-за этого в начальном этапе это уже следующая стадия, на каждой стадии возникают новые специфические вопросы, а это упаковка, это кастомизация. Торговая марка, патент, это все из этой серии. Когда вы действительно к серьезному бизнесу подходите, а не как продажи перепродажи. Да, всем спать, я тоже думаю, два с половиной часа рекорд поставили уже. Да, так что думаю, достаточно. У меня очередного лайва. Ну, не самый, но в любом случае отличный лайв, да, мне понравилось, Дениска подцепился прям. Оживил, оживил беседу. Ладно, всем удачи, всем пока, надеюсь, да, всем понравилось. Всем пока. Пока.